здравствуйте дамы и господа с вами александр шадов и сегодня у нас вот такой вот опять лесной обзор резер ютковского будем очень подробно основательно рассматривать или zero собственно его материалы связано выпущенные на сайте less wrong получается и там очень много так скажем гемов разных которые мы прям обязаны рассмотреть то что иначе а кто кто еще это сделает если не мы господа кто еще это сделает если не мы скажите пожалуйста да никто скорее всего это не сделает то что ну наука конечно же рационализм и лизарь ютковский это все как бы важно свои то они сантиста они чуть-чуть попинают чужие чужие не попинают совсем это вот это как раз печально надо дать или zero ютковскому возможность хотя он никогда не услышит скорее всю эту критику по крайней мере с подвижником лизарь ютковского надо дать возможность послушать критику вообще вообще со стороны хотя все равно не услышать же понятное дело ну а зачем слышать люди люди мнения друг друга обычно особо не слышат позиции какие-то критические замечали поэтому как-то так так вот начинаем с первой главы она называется замечая замешательства лизарь пишет чтобы грамотно описать что такое рациональность необходима теория описывающая рациональность но тут трудно не согласиться причем эта теория не должна состоять из расплывчатых трюизмов которые ничего не объясняют точно забавно что именно такое трюистическое определение рациональности предлагается самим ютковским рациональность это все хорошее против всего плохого ребят напоминаю если человек и рационален по какой-то причине то он буквально дегенерат по мнению ютковского нет это конечно прямо не пишется но может догадаться да что ну вот по сути что-то по сути из того как описывается рациональность и рациональность это что-то ну явно обратная рациональности и ввиду этого мы делаем очень простой очевидный вывод этот вывод заключается в том что ну а по не оппоненты ютковского просто не знаю безумнейшие люди абсолютно глупые абсолютно сумасшедшие абсолютно безумные соответственно да рациональность это как раз действовать хорошо правильно во всех ситуациях успешно эффективно чтобы это не значило причем это максимально расплывчато причем это максимально не точно но важно что вот вы действуете максимально вот так вот в общем нельзя быть нерациональным если ты желаешь себе благо получается и в этом плане ну как бы слишком однобоко представлена рациональность в текстах самого ютковского сфокусируй неуверенность следующая глава ну там соответственно без комментариев и тковский рассказ про то как он 100 минут решать задачи где ты не уверен в принципе ничего сверхъестественного ничего плохого там не было в этой главе переходим к следующей главе что такое свидетельство что такое свидетельство это событие сцепленное с интересующей тебя сущностью последовательностью из причины следствий если к примеру объект исследования твои шнурки то входящий в зрачки свет есть свидетельство сцепленное со шнурками тут с этим началась особая перцептивная философия и да ютковский вводит свои термины типа сцепления насколько это имеет смысл сложно сказать потому что как будто бы все это уже есть да и термины аналогичные этому обозначающие то же самое тоже уже есть и как будто бы зачем вводить новые термины но окей пусть будут говоря более формально пишет ютковский событие называется свидетельством о сущности а тогда и только тогда когда это событие проявляется по-разному в зависимости от различных состояний сущности а говоря на языке теории информации взаимная информация события или сущности а должна быть больше нуля больше на опять короче его математика шиши за математика обязательно должна включаться как у фоменко и носовского шину иначе на чьи утковский это не утковский как вы понимаете да а какой смысл так был бы у всего этого так вот дальше утковский пишет рационалисты так бережно относятся к на первый взгляд парадоксальному утверждению убеждение стоит того чтобы в него верить лишь в том случае когда тебя в принципе можно убедить в него не верить получается в каком смысле рационалисты идиоты я даже не знаю ну просто просто странно да то есть убеждение убеждение заслуживает того чтобы не уверить только в том случае если в него можно не верить до потенциально то есть ну а как у нас есть противоположность допустим да если тебя нельзя убедить в том что что в это в это нельзя не верить например ну как тогда рационализм с этим бухт бороться непонятно что это вообще блин означает то есть если вдруг найдется какой-то набор убеждений которые рационалист считает непосредственно невозможными для пересмотра например убеждения самого рационализма как такового его методологии его сущности его каких-то очень важных составляющих без которых рационализм сам по себе рационализмом являться не будет внезапно по ядковскому окажется что мы как бы должны от всего этого отказаться это предельно странно на мой взгляд и самое забавное что это вот лишь в том случае написано лишь в том случае только в одном единственном случае это предельно странная формулировка которая соответственно ну мне кажется ее раз рационалисты не разделят по большей части опять же здесь тут хоть чуть-чуть задуматься есть тут хоть чуть-чуть задуматься большинство рационалистов скорее всего вам ну скажут что фальсифицируемость иногда может нарушаться вот иногда бывают вещи в которые можно верить быть уверенным в том что они истинны так скажем без каких-либо допусканий того что в них можно там не верить например опять же опять же какие-нибудь априорные сущности какие-нибудь как там у нормальных рационалистов классических было например да ну да ладно получается если у нас имеется строгое априорное убеждение которое никак невозможно опровергнуть то мы обязаны от него отказаться ну опять же для для рационалиста поютков скому имеет смысл верить только в то что можно опровергнуть потенциально хотя бы даем можно ли опровергнуть высказывание 1 плюс 1 равно 2 например да здесь но многие бы рационалисты сказали что невозможно это сделать так секунду тихо 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 ну куда ты пошла ну куда ты побежал это прошу прощения господа минимумешка камера бесоёбит секунду сейчас 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 все но настроилась иди сюда и иди сюда сладкая прошу прощения боже мой ой 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 да ладно тебе ну что же ты делаешь что такое что так себя ведешь что плохо прошу прощения дамы и господа это камера немножко немножко побесоёбила так вот получается что у рационалиста не может быть таких убеждений которые бы при всем при этом были бы хоть сколь нибудь статично оказывается да то есть обязательно должна быть какая-то не статичность включая наверное сами убеждение рационализма ну потому что об этом не было сказано то есть а как насчет того убеждения что убеждение стоит того чтобы не уверить лишь в том случае когда тебя в принципе можно убедить его не верить а вот эту штуку в него можно не верить же да наверное в рамках рационализма тогда мы впадаем в противоречие внезапно оказывается. И стоит ли оно того? Стоит ли вот это убеждение для того, чтобы вообще в принципе озвучивать? Ютковский не написал и не сказал, что кроме вот этого конкретного убеждения. Он как раз сказал, что любое убеждение, которое, соответственно, ведет нас к тотальной уверенности, оно нерациональное выходит, получается. Да, рационалисты против такого убеждения. Но вот получается, что у Ютковского здесь противоречие серьезное. Ну и получается, да, так все неоднозначно. Отсюда выражение слепая вера, пишет Ютковский. Если то, во что ты веришь, не зависит от того, что ты видишь, ты слеп точно так же, как и человек с пустыми глазницами. Так рационалисты — это слепая вера, только методологического характера важно понимать. То есть мы не видим методы сами по себе, мы не видим методологию, опять же, и мы даже эффективность собственными глазами не видим, мы ее тоже определенными методами оцениваем. Для нас эффективность, ну, для одного эффективно одно, для другого эффективно другое. Надо составить определенную систему правил, в которых что-то будет эффективно или неэффективно для нас, соответственно, да. Для какого-нибудь человека, который веган, и он ест только холодную пищу, допустим, сырую, для него изобретение микроволновки, ну, никак не может рассматриваться, как что-то практичное, полезное и эффективное. Микроволновка будет эффективной для тех людей, которые разогревают еду, понятное дело. И это можно отнести буквально к любому практическому аспекту, включая медицинский. Вот и проблема заключается в том, что, да, обоснование рационализма в таком случае возможно либо методами самого рационализма, либо благодаря слепой вере. Третьего, судя по всему, не дано, но если хотите, попробуйте, обоснуйте, вряд ли у вас, конечно, получится. То есть вы все равно либо зайдете в большой цикл, где рационализм будет обосновывать рационализм, либо, ну, как бы, вам придется просто поверить, слепо причем. Причем слепо поверить, и люди так и делают, люди просто слепо верят по факту в рационализм, и все, конец. Слепо верим в рацион. Рациональное мышление, пишет Ютковский, порождает убеждения, сами по себе являющиеся свидетельствами. Если твой язык говорит правду, то твои рациональные убеждения, которые есть свидетельства, могут быть свидетельствами в глазах кого-то еще. Потому среди честных людей, верящих в честность друг друга, рациональные убеждения будут заразительны. Если твои убеждения сцеплены с реальностью, то они должны быть заразительны среди честных людей. Да. Какая же космическая невероятная наивность. И основная проблема заключается в том, что Ютковский в принципе не понимает, как работают человеческие мнения. И почему никакая честность в принципе невозможна. И сцепки бывают довольно разными. И соединить наше воззрение с реальностью можно довольно просто. Причем абсолютно любые воззрения. Можно сказать, что вот они деревья вокруг нас стоят. Эти деревья созданы условно магией. Они сами по себе магичны. Мир это матрица, иллюзия, сансара. И так далее, так далее, и так далее. И здесь нет ничего реального. Но все феномены при этом соответствуют тому, что мы видим. Можно взять совершенно другую описательную топику и пропустить через эту описательную топику весь феноменальный мир. Это вообще-то не секрет. И почти все философские, религиозные и так далее школы этим и занимались. Как ни странно. То есть, опять же, Ютковский думает, что только наука занималась вот этим вот сцеплением всего со всем, что они видели. Не, наука, она просто сильно преуспела. Ввиду того, что ее объяснительный потенциал значительно больше, чем у всех остальных направлений, не потому, что наука лучше других направлений, а потому, что в науке просто больше людей, которые занимаются этими самыми объяснениями. То есть, какой-нибудь буддизм он не может похвастаться таким большим количеством исследователей, и тем более теоретиков, каким может похвастаться именно наука. И поэтому у науки с этим сцеплением дела обстоят значительно лучше, просто потому, что у нее больше исследователей. которые направляли свое внимание на разные феномены. При том, что некоторые феномены этими самыми исследователями внутри науки замечены, не были. И опять же, какие-то хармы буддизма наука не разбирает, по сути, получается. Ну, просто потому что не может, по крайней мере. А если разбирает, то начала разбирать значительно позже и под влиянием буддизма. То есть тут речь идет про какую-то честность, убеждение заразительное. Вот в Индии индийские разные учения про матрицу, сансару и так далее, так далее, так далее. Они честны? Они заразительны? Они честны или нет? Ну, или не все честное заразительно, конечно же, наверное, он имеет в виду. Это понятно, да? Это из его высказываний не следует, что все честное заразительно. Нет. Все заразительное из его высказываний не следует, что все заразительное честно. Но все честное заразительно в данном случае, да? А с чего он взял, что вот его взгляды собственные и те взгляды, которые проповедует условно наука, они такие заразительные именно потому, что они честные. Тоже довольно такой какой-то серьезный статус фундаментальный здесь всему этому приписывается. И на самом деле честность это просто принадлежность к одному дискурсу. Людям свойственно развивать дискуссивные практики. Они могут быть довольно разными, но каждый дискурс создает свою картину мира. И люди уже заражаются картинами мира. Заразительность науки по ютковскому рационализму заключается в том, что она монополизировала интеллектуальный рынок. Согласно научным всяким постулатам нас обучают. Согласно науке нас в школах как бы зомбируют и так далее, так далее, так далее. И какого-то особого выбора у вас и нету. Почему люди признают научный дискурс даже будучи религиозными? Хотя у религии вроде бы другая топика, другие ответы на фундаментальные вопросы, другие какие-то важные положения. Это как раз потому, что наука просто тотальнее, больше, чем религия любая, существующая. И возможно даже научное образование, если мы все, до чего дотянули щупальца науки, будем обозначать как науку, не только вот этих вот ученых в белых халатах, лабораториях с кандидатскими и докторскими степенями. Если мы возьмем всех, до кого наука дотянулась, это будет больше народа, чем суммарно у всех мировых религий присутствует. Потому что дотянулась она до большего количества людей, это практически очевидно, опять же. Если какой-нибудь буддист, он в среднем еще и саентист, и он отстаивает в том числе и научные разные убеждения, то есть с очень большой вероятностью. И даже если человек не саентист, он все равно очень хорошо наслышан о саентизме из-за научного образования. Здесь, на мой взгляд, можно сколько угодно говорить про великую честность науки, про ее абсолютную какую-то вот такую убедительную силу, про ее мощь, про мощь рационализма, убедительность, честность и так далее, так далее, так далее. Только проблема-то вся заключается в том, что у всего этого слишком охуительный маркетинг, прошу прощения за мат, да. То есть большой, тотальный, мощнейший маркетинг, которого не было ни у одной религии за всю историю человечества. То есть даже христианство в Средневековье, когда оно имело тотальную монополию на дискурс, оно не смогло построить такую жесткую, почти тюремную систему образования, через которую проходили бы все дети, да, и все бы они промывались христианством. То есть пока такое смогла сделать и только наука, по сути. Вот такая вот честность, господа. Вот такая вот честность. Ну да, это, конечно, честность, но плюс просто нереальный момент, маркетинг и тюремная образовательная система, в которой загоняют детей, заставляют их изучать что-то и навязывают им определенную картину мира. Классный маркетинг, ребят. Ну не классный маркетинг, классная честность, суперчестность, новая искренность, я бы даже сказал. Такое ощущение, что заразительность убеждений не зависит от реальности, если мы посмотрим, что подтверждается заразительностью таких убеждений, которые могут быть, во-первых, максимально оторваны от так называемой реальности, то есть действительности воспринимаемого вокруг нас вещи, да, всей. Это, во-первых, тоже заразителями бывают такие убеждения. А во-вторых, наличие связки или отсутствие, оно на самом-то деле не особо, знаете, объединяется именно только лишь с рационализмом или только с научным мировоззрением. Это тоже важно подчеркнуть. То есть, опять же, связки можно навязать где угодно, исходя из любой религиозной парадигмы, исходя из любого религиозного мышления, можно просто навязать эти связки сколько угодно много. Главное иметь большое количество специалистов, которые будут этим систематически заниматься. А Ютковский продолжает. Если твоя модель реальности говорит о том, что результаты работы твоих когнитивных процессов не должны быть заразительны, то твоя модель реальности говорит о том, что твои убеждения не есть свидетельства, что твои убеждения не сцеплены с реальностью. В этом случае нужно что-то исправить и отметить свои убеждения как ложные. То есть, буквально, если толпа буквально не признает мои позиции, следовательно, я лох. Вот, например, когда какой-нибудь Коперник свои взгляды излагал, и его чморили, то есть, его убеждения не были когда-то заразительны, то есть, не заражались люди его подходами. Вот тогда Коперник должен был сказать, что его убеждения были ложные, наверное. Галилей, когда его клеймила церковь, когда ему говорили, дурак ты, Галилей, какую-то ерунду придумал, иди-ка ты к черту. Вот когда Галилея посадили под домашний арест, он, видимо, тоже должен был сказать, а, ну, мои убеждения не заразительны, следовательно, они ложны. Все, надо как бы забросить все, все книжки сжечь и спрятаться как можно дальше и признать, что мои оппоненты правы, видимо. Это как-то так, наверное, работает. Ядковский, мне кажется, плохо анализирует ситуацию, связанную с догмами, мнениями, разного рода позициями. То есть, для него как бы принципиально есть хорошая позиция, она как бы заразительна, но почему-то он не усматривает другие плохие, не менее заразительные позиции. Вот, может быть, даже в каком-то смысле они могли бы быть и более заразительными, если бы не тотальная система образования. То есть, мы на самом деле-то не видим честной конкуренции. То есть, наука не честно конкурирует с другими направлениями, религиями, философиями и так далее, так далее, так далее. Это очень важно понимать. То есть, мы никакой честной конкуренции не видим. Но при этом мы все равно видим, что магический дискурс так или иначе развивается, философия все еще существует, и даже в университетах, и даже, соответственно, люди обучаются философии в университетах. Иногда даже берут каких-нибудь, не знаю, на дом школьников обучают философию. То есть, несмотря на то, что у философии в обществе вообще существует тотальный анти-пиар, она в разных своих вариациях все равно так или иначе воскресает, восстает и продолжает существовать, что, знаете, вопреки всему миру она как бы существует. Вот заразительна ли философия или нет? Заразительна она или нет? Религия заразительна или нет? Религия существует на свои собственные барыши, по сути. Те барыши, которые она собирает со своих верующих, соответственно. То есть, наука в России, например, существует с налогов граждан. Ну, окей, финансирование внешнее тоже бизнеса есть. То есть, есть люди, которые свои кровные отдают просто так, но еще и с налогов наука существует, так или иначе. И есть религия, которая как бы, да, имеет определенные бонусы в нашем государстве, но это как бы в основном связано с уплатой налогов, например. Да, зачем-нибудь вот таким вот. Это не то, чтобы государство прямо тотально берет и помогает религиям развиваться, размножаться, плодиться, впрямую финансирует эти самые религии. То есть, у нас очень нечестная конкуренция, абсолютно нечестная конкуренция между наукой и религией. В пользу науки, понятное дело. Но религиозные всякие штуки, мистические практики, мистики вообще как бы здесь даже близко не стоят. Далеко не все эзотерики. Вообще, мистики и эзотерики в среднем и не считаются представителями каких-то религий. Если они как-то и зарабатываются, и мистика и эзотерика, они платят налоги обычно за это. Ну, если они, конечно, живут по законам нашего государства. То есть, у мистиков и эзотериков вообще дебаф получается финансовый. Таких постоянно гнобят еще сверху всякие сайентисты, ученые и религиозники тоже. Все равно распространяется эта штука. Тоже довольно за разным смотрится. С наукой-то оно, знаете, все такое впечатление, что ее прям вот насильно навязывают детям с самого мелкого возраста. Вот насильно. И все равно дети сопротивляются. Это выглядит так, со стороны, по крайней мере. Если не быть сайентистом, не усматривать то, что наука это истина в истине, реальность в реальности, и все так и устроено, как говорит наука, и законы природы реально существуют, и мы их можем потрогать, и все такое. Если вот не говорить такие вещи, ну, определенно религиозного характера, с детства не внушать. Если ты вот в это не веришь, ты просто со стороны смотришь на то, как функционируют научные убеждения, и смотришь, как они применяются, как они навязываются. Кажется, на самом деле, что они, наоборот, не заразительны. Просто если бы правила игры были честными, кажется, кажется, да, что наука очень сильно бы проигрывала. Потому что вопреки этой самой науке, вопреки этой самой науке, люди продолжают верить в разные такие вещи, в которые, ну, вроде бы, с точки зрения Ютковского, верить совершенно не заразительно, как вы понимаете. Ну, тут важно еще заметить, да, что вот заразительность, судя по всему, не имеет никакого отношения с цепленностью, да, так называемой реальностью. Не поэт, что такое реальность еще раз. Ну, мы уже в прошлом видео пояснили, что Ютковский понимает под реальностью, это определенный кринж. Это определенный кринж, да? Ну, он понимает под реальностью действительность, напоминаю. Ну, вот воспринимаемый феноменальный мир для него, это как бы реальность. И по ней он чертит карту, соответственно. Причем он не наивный реалист все-таки, да? Ну, такой вот условно-критический реалист, скорее. Вот. Ну, опять же, с помощью определенных технологий мы можем увидеть, если будем что-то увеличивать, уменьшать, как оно, собственно, устроено на самом деле. То есть тут такое. И можем чертить карту этого, понятное дело, да, по так называемой территории. Важно осознать, что Ютковский не прошел школу Канта и не понимает проблему разделения феномена и ноумена. А потому феноменальное для него встроено в реальность самым простым и примитивным образом. И он даже не допускает возможности их различия. Но даже не в этом проблема. Мы уже давно заметили, что под реальностью он понимает феноменальный мир. И непонятно, почему надо мнить свои убеждения ложными, потому что Ютковский буквально так хочет, и у него такая вот версия рационализма. Причем не для всех версий рационализма буквально свойственно определять реальность так, как это делает Ютковский. У Ютковского очень специфическая версия рационализма, которая уже связана с наукой и научным познанием, и, соответственно, саентизмом, в принципе, у него очень саентическая модель мира в голове присутствует. Продолжаем цитировать Ютковского. Потому что убеждение не соплено с реальностью, означает убеждение не истина по Ютковскому. В ту же секунду, когда ты перестал верить в то, что предложение «Снег белый» истина, ты автоматически перестал верить и в то, что «Снег белый» или на очень глубоком уровне сломалось что-то очень-очень важное. Еще тут основная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что... Ну, в этом, собственно, и заключается. Предложение «Снег белый» — это просто предложение. Истинность предложений в логике не равняется истинности предложений в реальности. Высказывание «Снег белый» равносильно для логики высказывания «Снег лягушка». Ну, можно сказать, что «Снег лягушка», и в этом нет никакой логической проблемы. То есть «Снег белый» равно «Снег лягушка», равно «Снег собака», равно «Дерево кактус» и так далее, так далее, так далее. То есть, в принципе, логика может объединять любые сущности, как мы вообще просто можем, ну, как угодно ей можем вертеть. Для нас это абсолютно не принципиально. Мы можем сказать все, что угодно, увязать какие-то связки внутри логики со всем чем угодно, соответственно. И то, что «Снег белый», ну... Это вот из обыденного мира, вот он вокруг нас. Да, это чисто феноменальная такая штука. Но как мы можем ее увидеть, потому что мы знаем, что такое снег, условно, да, вот мы определяем вот этот снег, допустим, да, и он, вот это белый, там, вот белый. Вот снег вот такой вот. Мы условно, да, берем стрелочку, чертим сюда и сюда, соответственно. Снег белый, вот совпало два свойства. Это снег и это белый. Прекрасно. И мы видим, вот у нас белый снег получается. Но само по себе к реальности-то это никакого отношения, возможно, не имеет. Сцепленность же с феноменами не равно сцепленности с реальностью. Это хорошо видно на примере белого снега. В реальности снег не имеет цвета. Если под реальностью мы понимаем научную реальность, потому что сам снег не имеет цвета, а цвет воспринимаем мы уже в процессе восприятия. То есть цвет, если мы так подумаем, есть, ну, в научной топике мы это рассматриваем, есть просто наш способ восприятия окружающего мира. Если мы смотрим по науке, вот у нас есть снег. От снега отражаются лучи света. Лучи света отражаются нам в глаз, и глаз из определенной длины волны, соответственно, этого света воспринимает очень по-разному разные цвета, соответственно. Вот и все. И снег белый просто потому, что вот он, вот свет отражается так от него. На самом деле он никакой, судя по всему. И вообще вот эти все цветности и нецветности, это чисто свойства нашего восприятия. Но это полезный самообман, потому что большинство людей отличают друг от друга цвета. Также по цветам иногда можно определить некоторые другие свойства объекта. Ну, например, не знаю, вот ты смотришь на хлеб, а хлеб, он должен быть коричневый, а на нем какие-то белые штуки. И, ну, судя по всему, там какая-то гадость завелась. И есть этот хлеб на самом деле не стоит, соответственно. То есть, да, это полезное заблуждение о том, что цвета есть. И для того, чтобы не произносить все, что я сейчас произнес, в принципе, мы просто говорим, ну, цвета, и вот они есть. Но в реальности их при этом нет. И многие люди, которые в рамках научной топики что-то разбирают, они это понимают в целом. Цветов не существует. Цвета существуют как? Как какой-то вспомогательный инструмент в нашей речи и как некоторые формы нашего восприятия, так скажем, в таком случае. Если мы в рамках научной топики это рассматриваем. Дальше Ютковский... Ой, продолжает. Сейчас я присяду устал. Дальше Ютковский продолжает. Поэтому объясни, почему используемый тобой тип мышления порождает убеждения, отражающие реальность. Объясни, почему ты считаешь себя рациональным. Объясни, почему, используя подобный твоему типу мышления, люди будут думать снег белый, если... И только если снег белый. Если ты не веришь в то, что результаты работы твоих когнитивных процессов сцеплены с реальностью, то почему ты доверяешь результатам работы своих когнитивных процессов? Ведь это должно быть одним и тем же. Лол. Такая проблема-то заключается в том, что сам Ютковский, в принципе, не может нормально объяснить, почему его тип мышления порождает убеждения, отражающие реальность. Все объяснения Ютковского, которые он делает по этому вопросу, это псевдообъяснения. Мы в этом уже убедились в прошлом видео. Можете посмотреть прошлое видео по данной теме. Это реально псевдообъяснения. Они не работают. Они ничего не объясняют. Ютковскому не хватает философской базы. Ютковский не понимает, что такое реальность. Ютковский не понимает, как все это работает. Ютковский не может нормальное обоснование. Он может рассказывать какие-то примитивные притчи, это да Он может рассказывать про боеса, математику, это тоже да Но конкретно объяснений этой самой сцепки у него в принципе нету И ввиду этого, ну, зато другим предъявляется Объясни, почему твоя картина мира реальна Вот объясни мне, вот просто возьми и просто ты мне просто объясни Так, а ты что, сломалась уже? Я уж подумал, все, как ты ее закинула в бок То есть в принципе, опять же, как и свойственно многим рационалистам Причем нормальным, даже нормальным рационалистам, не таким как Ютковский, странным А именно нормальным рационалистам Ютковский требует от нас чего-то, что свойственно его собственному мировоззрению При этом сам он своим же строгим стандартам не соответствует Потому что очень сложно соответствовать тем строгим стандартам, которые задвигает та или иная версия рационализма Ну и ввиду этого мы постоянно сталкиваемся с иррационализмом внутри рационализма Но, когда речь касается твоих собственных убеждений, позиций, доказательств То есть ты стараешься поменьше как-то выпендриваться в свой адрес Ну и сказать, ну тут просто должно быть обоснование, это хорошее обоснованное осуждение К себе ты добр, а к оппоненту ты зол Гутентоцкая мораль в эпистемологии получается такая своеобразная То есть каждый требует от другого большего, чем требует от себя И присутствуют такие двойные стандарты От себя и своих сторонников, конечно, тут имеется в виду Свои сторонники, да, они могут как бы меньше что-то обосновывать Что вам и так, вы в одном языке крутитесь У вас одна система представлений, вам больше и более чем понятно Следующая глава Свидетельство рациональное, правовое и научное Как и судебная система, пишет Елизарь Ютковский Наука, социальный процесс, включающий подверженных ошибкам людей Мы хотим защитить фонд убеждений, которые особенно надежны Да, вот так вот Буквально так Хотим защитить фонд убеждений, которые особенно надежны Но наука состоит из людей, которым свойственно ошибаться Не то чтобы противоречие, но так На тоненьком, так скажем, очень близко Тут главный вопрос о том, что мы называем ненаучными убеждениями Это убеждения в феноменах или в описаниях, в фактах, в теориях То есть мы просто под наукой называем очень Как бы мы в комплекс наук включаем очень большое количество разных вещей Ну или это социальный институт все-таки Опять же, когда речь касается научных убеждений Это наука свойственна некоторым социальным институтам То есть, например, теология тоже наука Либо наука это то, что следует из определенной методологии Или все-таки наука это определенный пул дисциплин Типа биология, химия, физика А остальные, допустим, нет Или, может быть, мы определяем науку как определенный сбор фактов Или мы, например, определяем науку как попытка объективного рассмотрения тех или иных явлений И в таком случае, если это объективная попытка что-то рассмотреть Причем объективная в широком смысле, наверное То тогда и астролог, который безэмоционально реагирует и разбирает некоторые вещи Он будет таким же ученым, как и, например, биолог То есть, опять же, если астролог думает, что он исследует определенные логические штуки Смотрит на небеса, анализирует звезды в небе Как они соотносят друг с другом Пытается найти какие-то закономерности Ему, как кажется, у него это получается Если это наука, если вот он объективен и готов сомневаться и менять свои позиции И это наука в таком случае То есть астрологи-ученые в таком случае, опять же, да Но он почему-то их не изменил, опять же, важно заметить Но, значит, есть астрологи-ученые, получается Тут очень много разных определений, которые друг с другом коррелируют довольно плохо И одновременно с этим они как бы выдают разные формулы науки Согласно которым можно получать разные результаты относительно того, что наукой все-таки является И опять же кажется, что одни научные факты более надежны, чем другие И потому даже факты могут пересматриваться, по сути Потому что факты могут по-разному интерпретироваться и по-разному пересматриваться Тем более пересмотру подлежат теории Если мы считаем, что наука это фактология, то, конечно, вопросов становится меньше Но если наука это нечто большее, чем фактология Короче, то очень многое оказывается в этой самой науке крайне ненадежным Как мы понимаем, это абсолютно очевидно То есть вопрос, а что надежно, что ненадежно И как мы собираемся сохранять фонд наиболее надежных убеждений Как нам действительно определять наиболее надежные наши убеждения Почему они более надежны, чем другие Надо подобрать критерий надежности, критерий истины в данном случае Что уже довольно непросто Следующая цитата товарища Ютковского Также мы хотим социальные правила, которые бы способствовали производству нового знания Типа у нас старое, типа у нас есть старое, друзья Типа у нас есть старое знание, понимаете? Лол То есть он заранее исходит из такой топики, в которой у нас есть старое знание Что на самом деле довольно тоже требует доказательства, так скажем Да, Ютковский считает, кстати, вот цитирую, что Историческое знание это не научное знание Историки напряглись То есть по какой-то причине Он сначала определил науку через социальные институты А потом выписал из этих институтов почему-то историков Историки, знаете Вы не входите в научные и социальные институты, по мнению Ютковского Просто потому что Отрицание применимости прилагательного Научное к заявлению Солнцев зайдет 18 сентября 2007 года Может показаться ошибочным Лол Кому-кому оно может показаться ошибочным Зависит от определения науки Высказывание, что Солнцев зайдет 18 сентября 2007 года По сути это попытка предсказания конкретного какого-то факта Причем очень бытового характера Это в духе Я предскажу, что предмет упадет вниз Такие предсказания делались до возникновения научного метода Или метода хоть сколь-нибудь похожего на научный Ввиду этого говорить о том, что это наука Можно очень и очень и очень и очень и очень натянута То есть что это высказывание является научным Прилагательное научное к заявлению Каким-то простым предсказанием Ну это Вполне тривиально не называть это суждение научным Потому что тогда непонятно Какое предсказание или какое суждение В принципе является ненаучным То есть тут У слов есть смысл Слова они разделяют Определения отделяют одно от другого Чтобы мы понимали Вот здесь одно, а здесь другое У нас должна быть какой-то демаркатор науки Если мы это слово используем Если мы конечно используем его не по приколу Не в ритуальном значении Ну нам неплохо бы провести некоторый демаркатор Демаркацию провести науке категорически трудно И то, что мы сейчас видим Не подходит под большинство критериев демаркации Утверждение солнца взойдет 18 сентября 2007 года Ну то есть это не про фальсифицируемость Про инструментализм Хрен его знает Ну опять же А что буквально полезного в утверждении Солнце взойдет 18 сентября 2007 года Если мы даже в большинстве случаев О таких вещах и не задумываемся И вроде бы наш опыт индуктивный Он говорит о том, что все-таки взойдет И так далее, и так далее То есть тут как бы слишком много нюансов На мой взгляд Которые нас могут заставить сказать Что это все-таки не про науку Если наука не может делать предсказания О будущих событиях Которым еще предстоит произойти То она бесполезна Ну и что? Ну например Польза науки Опять же польза это В кавычках да Такое высказание Что полезно, что бесполезно Мы просто так решить не можем Может быть польза науки Могла бы заключаться в некотором Бесполезном знании о реальности Бесполезным имеется ввиду Неиспользуемым в технологиях В нашей бытовой жизни И так далее, и так далее, и так далее Пользу можно рассмотреть и в таком смысле Как просто чистое познание Знание само по себе Знание само в себе И так далее, и так далее, и так далее Есть ряд таких научных теорий Например, физики передовой Какой-нибудь квантовой механики Или где-нибудь там еще глубже И дальше Которые на данный момент Являются бесполезными Они существуют просто для того Чтобы что-то узнать И мне кажется, что многие физики Теоретики, особенно Которые на самом глубинном уровне Пытаются прорабатывать свои темы Они как раз вполне могут Руководствоваться любопытством И интересом Именно непосредственно К реальности как таковой А не к той пользе Которую можно извлечь Из этой реальности Ну да ладно Он пишет дальше Она не будет способствовать Она не будет способна Предсказать результаты эксперимента Перед его проведением Мне кажется, Явитковский Кольчего не понимает, друзья Не поняту одну важную вещь Большинство научных теорий Не проходит через эксперимент успешно У ученых нет волшебного свойства Предсказывать результаты эксперимента Это достигается Большой выборкой теорий И предсказаний Которые они дают Одни теории Выбывают из гонки сразу Другие держатся некоторое время А треки И могут продержаться Даже несколько веков Но фишка как раз и заключается в том Что дело в отборе Дело в отборе, ребят В каком-то смысле Это смотрится как Некоторый чит Чит-код Так скажем Вы просто Брутом, перебором Подбираете те теории В рамках натуралистической установки Которые Ну, просто Неплохо так работают И все Вам хорошо Ну, как работают В смысле Что-то предсказывают И вы считаете Что вы справились С познавательной задачей Ну, или хотя бы Сделали что-то сильно полезное Как-то так Ну, это имеет смысл Это имеет смысл Так делать, может быть Это одна из возможных методологий Но говорить Что она В каком-то смысле Уникальна Вот таким вот перебором Получать Совпадение Это На мой взгляд Предельно смело Вот Ютковский продолжает Ютковский продолжает Представление о том Что Солнце взойдет Определенно является Экстраполяцией Научного обобщения Вот Почему По-моему, это простейшая индукция По-моему, это простейшая индукция И Почему Индукция Обязательно научна Тоже не до конца Понятно Опять же Просто потому что Ну, мы что Индукцию к науке Напрямую привязали Ну, вряд ли Чисто простейшие Индуктивные выводы Ну, а не на то и простейшие Индуктивные выводы Чтобы быть просто простейшими Индуктивными выводами Мол, солнце всегда вставало Наверное, оно и завтра встанет Не надо быть ученым Гением Суперменом Иначе какой-нибудь бомж Вася, который Тоже что-то подобное Предсказывает Он тоже ученый В какой Я в какой-то степени Ученый Но тогда слово Наука и звание Ученый Не имеют никакого Буквально смысла Вот Ну, да ладно Солнце просто восходило Раньше И оно зайдет сейчас Причем если вообще наука Как бы мы ее не понимали Я считаю Так-то Но науку И у пещерных людей Тогда была Ютковский продолжает Оно основано На моделях Солнечной системы Которые ты можешь Подтвердить самостоятельно Да-да-да Подтвердить я могу Самостоятельно Лол А зачем нам вообще Модели Солнечной системы Для того Чтобы предсказывать Что солнце встанет Завтра Если оно буквально Встает каждый раз Ну, ладно И зачем оно мне нужно Для того, чтобы Убедиться именно в том Что солнце взойдет Если бы Модели Солнечной системы Были нужны для того Чтобы убедиться в том Что солнце завтра взойдет Модели Солнечной системы Были бы не нужны Потому что мы и так В принципе Из индукции Понимаем Что скорее всего Солнце завтра взойдет Опять же Ну, гений, Ютковский гений, я считаю, вообще сверхмозг, абсолютный, просто тотальный супермозгина. Я, конечно, не знаю, по порой его наивность, его вот такая вот смелость в суждениях, она, конечно, поражает. Насколько уже он позитивно настроен на это самое познание, науку. И вот наука это буквально все хорошее, все предсказательное, все классное, все эффективное. Ой, какой примитивизм в конечном итоге, какой же примитивизм. Да и что на самом деле, дальше продолжим, да, что на самом деле научного в модели Солнечной системы? Особенно, когда у нас есть телескопы. Чем модель Солнечной системы отличается от моего ежедневника, в котором смоделирован мой день? И что здесь вообще научного? И в каком смысле научного? Опять же, потому что в науке много разных определений, мы можем давать разные определения науке, и из этого получать разные результаты того, что научно, а что ненаучно. Ютковский, понятное дело, не рассматривает такие вещи, он просто употребляет волшебное магическое слово, наука. Это волшебное магическое слово должно производить на вас эффект некого такого фурора. Вы такой, наука сказала, это научное предсказание, это рационально. Короче, вот Ютковский использует слова магические, он колдует буквально, но он колдует в рамках натуралистического дискурса. Чтобы колдовать в рамках натуралистического дискурса, вам просто нужно произносить слово «наука», «доказала», «сказала», «показала», «практично», «эффективно», «прекрасно». И как только вы используете эти магические слова в рамках натуралистического дискурса, происходит волшебство. И вам все должны поверить. А если они вам не поверят, наука, рационализм, честность, вот все вот такое. А если люди вам не поверят, ну, с вами не согласятся, то они мракобесы, идиоты, шарлатаны и так далее, так далее, так далее. Вот в этом заключается основная суть, да. Оперируя буквально магическими понятиями, одеяниями науки, как Ютковский сам потом скажет, что некоторые люди надевают костюм науки. Он сам надевает костюм науки. Он не определяет, что такое наука. Он не понимает, что такое наука. Он не занимается философией науки. Он не понимает весь диапазон определений. Он не рассказывает о своей позиции, в которой он находится нормально. Ну, наука, социальный институт, а потом наука, это вот предсказание, а потом наука, это вот то. И у дяди Васи тоже он что-то предсказывает. Дядя Вася, который предсказывает, что Солнце завтра взойдет, он не предсказывает того, что... Короче, он не является ни теоретиком. Он не знает, возможно, даже модели Солнечной системы в нормальном виде. Но, опять же, модель Солнечной системы это не просто. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, кольцо внешнее, там еще внутреннее кольцо пропустил. Это не просто вот эти вот данные, да. Полноценная модель Солнечной системы включает в себя огромное количество параметров о вращении самих планет и вокруг Солнца, и вокруг своей оси, о вращении спутников вокруг этих планет и так далее, так далее, так далее. Это как бы большая подробная модель, которую почти никто, кроме, собственно, астрономов, которые этим... Да и причем, скорее всего, даже тех, которые этим буквально сейчас занимаются, да, не знает. Даже какой-нибудь средней руки астроном, который, скорее всего, просто смотрит на небо и изучает, например, звезды, наверное, он не знает досконально современную модель Солнечной системы. Он знает ее лучше, чем обыватель, но хуже, чем тот человек, который реально оперирует той моделью Солнечной системы, которая сейчас актуальна. Ну, вот как-то так, скорее всего, оно существует. Вот. Следующий заход. Поражаемся, да. Но представь, что ты создаешь новый эксперимент для верификации. Верификации. Все, здесь можно выключать Ютковского, он не понимает, о чем говорит эксперимент для верификации, ребят. Для верификации, блин, понимаете, вот для верификации эксперимент. Зачем? Зачем эксперимент? А вот мы верифицировать что-то хотим, понимаете? Фух, эксперимент, он как раз... Фишка эксперимента заключается в том, что он проводится для фальсификации, обратного процесса. Вот. Какой толк вообще в осознанной верификации с помощью эксперимента? Это же, ну, бессмысленно. Это, ну, типа, вот, чего? Ну, наблюдение можно для верификации дальше продолжать проводить. И верификация, это не основной процесс науки, он, ну, просто параллельно происходит. А в эксперимент он как раз ставит вашу теорию, ну, вот из теории выводятся какие-то следствия. И по этим следствиям теория опровергается, потому что она предсказывает какую-то вещь, которую мы опыта еще вот ее не имеем. Да, этот опыт лежит за гранью, причем желательно как можно дальше за гранью нашего простого обыденного опыта, который мы можем получить прямо сейчас, прямо в наших лабораториях, в ту же самую секунду, которую мы ежедневно воспроизводим. Да, вот от этого опыта отличается то, что мы проводим в эксперименте. И вот эксперимент мы проводим для того, чтобы предсказать какое-то явление в той или иной уникальной ситуации. И если предсказание не работает, теория объявляется ложной, соответственно. Вот, по крайней мере, в той формулировке, которая была дана, в рамках которой эти предсказания работали, да. Вот в той формулировке теория объявляется ложной. Все, конец, да, теория опровергнута. Ну, потом можно эту же теорию снова вернуть и так далее, и так далее, и так далее. Нюансов здесь, конечно, тоже будет довольно много. То есть потом мы немножко теорию подправим, вернем. Но эксперимент, он нужен именно для фальсификации. Основная функция эксперимента – фальсификация. Причем экспериментом через фальсификацию нельзя подтвердить какую-то теорию, ее можно только опровергнуть. Удачное предсказание теории – это, конечно, мило. Вот, да. Но, по сути своей, формально, это предсказание не является подтверждением теории. Оно просто является еще одним фактом в копилку теории, который ее не опровергает. И среди множества теорий, которые мы брутом, так скажем, брутом, опять же, перебором подобрали, вот она смогла предсказать результат какой-то. Повезло? Повезло. То есть, ну, причем даже важно сказать не просто предсказать результат, а предсказать результат в рамках нашей интерпретации. То есть мы не просто должны… Тихо, паук, уходи. Уходи, паук. Так вот, мы не просто должны увидеть истину в истине, факт в факте, и узнать, что «О, да, она все предсказала». Не-не-не-не-не. Наша интерпретация того, что мы увидим, должна совпасть с тем, что в теории будет. При том, что, опять же, если мы будем более тонко как-то смотреть, либо по другим углом, либо еще что-то переосмыслим, какую-нибудь другую интерпретацию приложим, один и тот же факт в конце, который в эксперименте у нас появится, может быть тоже проинтерпретирован разными способами, и в конечном итоге может привести к тому, что мы просто откажемся от теории. То есть, да, в рамках разных систем интерпретации один и тот же эксперимент может привести к двум противоположным результатам. Это тоже важно заметить. Ну да ладно. Так вот. Что такое верификация? Это вот, смотрите, мы берем вот факт, потом наблюдаем второй факт, третий факт, четвертый факт, пятый факт. Записываем это все в протокольные предложения. Короткие, красивые, классные протокольные предложения. Из протокольных предложений складываем какие-то обобщения по правилам логики. Соответственно, вот так работает верификация. И потом из этих предположений обобщения мы складываем большую теорию, которая учитывает все эти факты. Наука так не работает. Элементы верификации в науке есть, но наука чисто вот так вот не работает. Это практически, ну это очень труднозатратная операция. Наука никогда так не работала, науке никогда это не было нужно, ну и поэтому, come on. Короче, ну и это можно делать бесконечно. Наблюдать, записывать, наблюдать, записывать, выводить теории, менять теории, опять новые наблюдения делать, записывать, новые наблюдения делать, записывать. И каких-то гигантских скачков в таком процессе, в принципе, не будет. И поэтому придумали фальсифицируемость. И эксперимент, и фальсифицируемость. Эксперимент служит как раз функцией фальсифицировать те или иные ваши теории. Пытаясь опровергнуть теорию, мы придумываем какое-то маловероятное событие, то есть ставим природу в неестественное положение, делаем, так скажем, предсказательный рывок и проверяем, соответственно, результат Да, и важно понимать, что в итоге, тот факт, который мы получили в эксперименте, тоже становится частью наших наблюдений, нашей непосредственно фактической копилки И мы, соответственно, с ним продолжаем уже работать так, как будто бы он условно верифицирован Это тоже, здесь есть обратное такое свойство фальсифицируемости и верификации То есть, как бы, то, что мы находим в верификации, о нет, то, что мы находим в фальсифицируемости, когда мы фальсифицируем теорию, она становится частью нашей копилки набранного опыта А при этом, когда речь касается верификации, то, что касается верификации, оно, наверное, тоже, кстати, может быть воспринято таким обратным способом То есть, ну, рано или поздно, вот мы создаем теорию, накапливаем материал, 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 и в итоге доходим до такого наблюдения, которое противоречит тому обобщению, которое мы имели до этого И тогда тоже можно воспринять, то есть, верификация тоже может в фальсификации приводить, это как бы обратные процессы, но они формально сходятся друг с другом По результату, в конечном итоге Просто фальсифицируемость быстрее, проще и дешевле, условно, чем верификация Дальше Ютковский пишет Ты начинаешь, надеюсь, понимать, почему я отождествляю науку с большой буквы, с обобщениями, а не с историей экспериментов Ну, все просто, потому что Ютковский не знаком с философией науки Любое обобщение наука, то есть, они для него, получается, тождественны И это предельно странно, по факту Да? Ну, да и смотрите Допустим, мы делаем обобщение, что любой член less wrong, он глупый человек А, нет, мы делаем вот такой высказанный Ютковский, глупый человек Еще какой-нибудь член less wrong, глупый человек Все, мы делаем обобщение Все члены less wrong глупые люди Кстати, в рамках моей системы интерпретации, скорее всего, куда бы я ни ткнул Каждый член группы less wrong будет глупым человеком Ну, то есть, в принципе, даже если я, не знаю, проведу условный эксперимент То есть, я заберусь в группу less wrong и глубоко-глубоко начну копать И найду там какого-то редкого члена группы less wrong Вот просто рандомного какого-то теневого гражданина, господина темного Он, скорее всего, тоже окажется глупым Ну, соответственно, все, наука, наука, наука произошла Вот такие обобщения, да еще и предсказания Вот такая вот наука Только эта наука будет строиться на моих определенных интерпретациях И на моих определенных критериях в данном случае Но по Ютковскому вполне научно поступаю Как-то так И на самом деле отождествление науки и обобщения Имеет куда более далеко идущие последствия негативные для познания Так что, в принципе, я думаю, в принципе, это очевидно Но приравнять термин наука к обобщению Это же, ну, вообще надо пипец как постараться Лесарь Ютковский Статья о вероятностях Мы ее пропускаем Потому что, ну, про вероятности, что я вам буду рассказывать Здесь Ютковский действительно лучше разбирается Я, как бы, шляпу снимаю Нет, это мы обсуждать не будем, понятное дело Самоуверенность Эйнштейна Эйнштейн самоуверенный Гад, господа Гад самоуверенный Эйнштейн Как же, как же Эйнштейн мог быть таким самоуверенным? Скажите мне, пожалуйста Ой Понял, принял Какой же самоуверенный Эйнштейн Эйнштейн Прошу прощения Некий журналист спросил Эйнштейна Что тут будет делать, если наблюдения Эдингтона Разойдутся с предсказаниями теории Как известно, Эйнштейн ответил Тогда мне будет жаль, господа бога Теория все равно верна Это заявление звучит чрезмерно дерзко Словно бросая вызов общепринятой Традиционной с большой буквы рациональности Традиционной для Вы понимаете, Ютковского Очевидно Бросая вызов общепринятой В традиционной рациональности позиции Которая утверждает, что эксперимент главный судья Как же он задолбал с этим словосочетанием Традиционная рациональность По сути, что такое традиционная рациональность И в каком смысле она традиционная, друзья Мне интересно тоже, да Просто опять же Просто опять же, да Если мы считаем рациональность в какой-нибудь степени Традиционной Блин Ну, наверное, надо опираться на какие-то образцы Которые реально, ну Закреплены в традиции Посмотреть на Декарта какого-нибудь Там, я не знаю, на какого-нибудь Гегеля Какого-нибудь Я не знаю, опять же Лейбница Но нет же Нет, он этого не делает Ютковский явно в своих определениях Этой самой рациональности Он не опирается на эти самые личности Ну да ладно Ну и важно помнить, да Что тот же самый Гегель какой-нибудь Будучи вершиной рационализма Вершиной рационализма философии Гегель Вершина рационализма философии Ребят То есть Да, вы читали Гегеля Возможно Вы, может быть, все офигели от того Что он там писал И как это было Как вам кажется Странно и непонятно И вообще такое Гегель Топ Чед Мега Рационалист Вот Супер рационалист даже Это финальный босс в рационализме После которого Как раз рационализм и пошел на спад Это квинтэссенция рационализма Гегель Это квинтэссенция рационализма Его высшая точка Самое большое Его странное воплощение Самый гигантский монстр Самая мощная гидра рационализма Это именно Гегель Вот И как раз Как реакция к Гегелю Идут всякие романтики Идут всякие Потом Иррационалисты По типу Шопенгаура Штирнера Ницше даже В каком-то смысле Это во многом Реакция именно на Гегеля И на его Кондовый Странный Во многом Непонятный Для многих людей Рационализм Как вы понимаете Ну Окей 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 Традиционная рациональность А Гегель Ну Он Там разрыв с Эйнштейном Вот в их годах жизни Он не то чтобы какой-то Мега колоссальный То есть Опять же говорить Что у Эйнштейна В его эпоху Была какая-то В кавычках Традиционная рациональность А у Гегеля Который по сути считается Кульминацией Рационализма Вот у него была Не традиционная рациональность На мой взгляд Предельно Странно Непонятно Вот Так Опять потрясем Наверное Господи Что ж ты делаешь Со мной В общем Я не понимаю Ютковского Я честно говоря Не понимаю Ютковского С его Вот этой Традиционной Рациональностью Так вот Эйнштейн Словно был одержим Пишет Ютковский Столь великой Гордыней Что Отказывался Преклонить голову Перед тем Что говорит Мироздание Как это должен делать Всякий ученый Господи Кольше Ютковский Все таки Религиозный фанатик Эксперимент для него Это то Что говорит В кавычках Мироздание Прикиньте Просто прикиньте Эксперимент Это то Что говорит Мироздание Нет Это не наша Интерпретация Того что мы видим В феноменах Не 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 Это то что Буквально говорит Мироздание И мы ничего Не могли перепутать Мы не могли бы Ошибиться Мы не могли налажать Да Не 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 И конечно Если эксперимент Как может показаться Опровергает один аспект теории То почему мы должны Отбрасывать все остальное Эксперимент Очень сильно Переоценен Как метод познания Это уж точно Не мироздание С нами говорит А мы сами Пытаемся разговаривать С немыми феноменами Выдумывая за них Ответы На наши Зачастую Странные вопросы По сути Эксперимент Имеет такую форму Если теория А Может оказаться верной То результат Будет Б Если теория А точно не верна То результат Будет С Опять же Еще разок Это очень важно Если теория А может оказаться Верной То результат Будет Б Если теория А точно не верна То результат Будет С Заметьте Заметьте С одной стороны Может оказаться верной То есть Не точно верной То есть Если эксперимент Совпал Если эксперимент В общем-то Получился Удался Так скажем И противоречия У нас не наблюдается Так называемого То теория Только лишь Может оказаться верной Но при этом Если эксперимент Не совпал То формально Оказывается Что теория Точно не верна По крайней мере В той формулировке Которую мы Прямо сейчас имеем То есть С помощью эксперимента Мы можем Не можем решить Верна теория Или нет Мы можем только Определить Что теория Точно не верна Это если Стандартно Это рассматривать Но есть нюанс Мы сами определили Что будет Условием Опровержения То или иной теории Сейчас озвучу Не теорию А предположение Ютковский Козел Опровержением Этого высказывания Будет проверка Согласно которой Ютковский Должен носить Черную одежду Козловость Ютковского Никак не связана С черной одеждой Это на очень Поверхностном И банальном уровне То есть Опять же Мы можем взять По какой-то причине Мне может казаться Что козлы Носят Исключительно Черную одежду И в таком случае Я возьму В качестве Основного критерия То что У него должна быть Черная одежда И только тогда Он будет козлом Но Ютковский Должен Не носит черную одежду Я такой Ну все Значит Ютковский Не козел Это такой вот Абстрактный пример Доведение До абсурда Понятное дело Да То есть И понятное дело Что ученые претендуют На то Что они более подробно Это все рассматривают То есть делают Какие-то четкие Логические выводы На основании фактов На основании всего остального То есть Понятное дело Что я очень слишком упростил И конкретно И конкретно Вот этот вот запрос Про то Почему фальсифицируемость Скорее всего Невозможна Это скорее Тема для отдельной Минимум часовой лекции Поэтому сейчас На этом останавливаться Не будем Так вот Секунду Сейчас я проверю Что там у нас С камеры Записывает или нет Ой Да Записывается Все записывается Хорошо Пру-пру-пру-пру-пру-пру-пру Пру-пру-пру-пру-пру Поток иррациональных движений Мой бунт против Ютковского Заключается в том Что я бунтарь Я буду сопротивляться Рационализму Ютковского Господа Вот так вот С помощью Моей трости Убийственной Трость убийцы Реально трость убийцы Боже мой Какая она убийственная Ладно Хватит баловаться Продолжаем Мы уже час отговорили Теперь надо Еще больше отговорить Там два часа с половиной Наверное будет Может быть больше Может быть меньше Так вот Традиционная рациональность Подчеркивает роль Подтверждение Меня интересует Почему какой-то Проклятый новодел Это уже я говорю Называет Что-то Традиционной Рациональностью А что-то нет В итоге Он короче Оправдывает Эйнштейна Потому что Тот много знал И у него были Определенные причины Считать так Как он считал То есть Эйнштейн все-таки Молодец Господа Эйнштейн молодец К Эйнштейну Претензий как бы Меньше Потому что Эйнштейн умный Эйнштейн умный Вы долбоебы Прошу прощения Если он умный Он мог так говорить А если он не умный То говорить Так бы не мог Все довольно просто Так Эй Мое лицо здесь Эй 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 Блин Ловушка Ловушка Привет Все Продолжаем Так вот Бритва Акама Вот разгадка Как выяснилось Немного проще Написать компьютерную Программу Симулирующую Уравнение Максвелла Чем компьютерную Программу Симулирующую Пронизанную Эмоциями Разумный Мозг Тора И Вот Она Шизоте О том Что надо Описывать Сложные теории В битах В том Что по мнению Ютковского И заключается Бритва Акама Дальше Речь идет Про индукцию Соломонову И все такое Что я обсуждать Здесь наверное не буду Что я не специалист Мне это абсолютно Неинтересно Ютковский Неправильно Понимает Бритва Акама У него опять же Свой собственный Новодел В этом плане Ну как неправильно Он придумывает Какие-то свои новые Подфункции Для Бритва Акама И На этом в общем-то Он и спекулирует Вот что я могу Вам тут сказать Насколько это Хорошо или плохо Судите сами Сила рационалиста Стронг Стронговый рационалист Сила рационалиста Состоит В способности Быть Озадаченным Вымыслом Больше Чем реальностью Если ты одинаково Хорошо объясняешь Любой исход То знаний у тебя Ноль Почему Знаний не равно Предсказанию Можно что-то знать И не уметь При этом С помощью этого знания Что-то предсказывать Ну например Я не знаю Смотрите Допустим Я знаю Что Солнце Это звезда Это наша звезда Соответственно Что я могу Предсказать Здесь Что исходя из этого Могу предсказать Ну сам по себе Надо подумать Соответственно Я могу не делать Никаких предсказаний Странно Ну и знание Которое предсказывает Все Почему это лишает Его статуса знания Особенно если Ну действительно Происходит Некое Непредсказание Если мы реально знаем Допустим Нам доступно Абсолютное знание Допустим Оно абсолютно Непрактично Мы знаем Что Бог есть Но Например Это нам Ровным счетом Ничего не дает Никакого Блага Никакого Неблага Ничего Бог с нами Никак не взаимодействует Мы для него Букашки И мы никак Не можем повлиять Ни на его решение Ни какая-то Последующая жизнь У нас ее тоже не будет Вот такой вот Странный Странный Бог Нейтральный Абсолютно Безразличный Допустим Мы узнали Что вот он есть И он именно такой Это знание Или нет Это знание Оно бесполезно Да оно бесполезно Для того же Сейчас Давайте так Для особо глупых Я повторю В чем здесь заключается Опровержение Ютковский Буквально утверждает Что Если у тебя Есть знание Оно Не должно Одинаково Объяснять любой исход Оно должно Обладать предсказательной силой Понятное дело Да Все Все соответственно Я привожу пример При котором мы якобы Имеем то Что мы называем знанием Тут уже вопрос Переиначивает ли термин Знание Ютковский Да В сравнении с реально Классическим и традиционным Либо не переиначивает Так вот Я привел пример Такого знания Того что любой здоровый человек Назовет знанием Который при этом Абсолютно бесполезен И не дает нам ничего Предсказать И предсказывает Практически любой результат Это является знанием Да Это знанием Являлось бы Если бы этот бог Действительно существовал бы Да Соответственно Вот Ну на таких примерах Ютковский Очень легко ловится Вся его структура Убеждения Она как бы Сыпется Ему для того Чтобы поддерживать Свои какие-то Странные идеи Приходится придумать Все новые и новые термины Новую и новую Рациональность Традиционную Там нетрадиционную Рациональность И так далее Так далее Так далее Следующая глава Отсутствие свидетельств Свидетельства отсутствия Ютковский пишет Но в теории вероятности Отсутствие свидетельства Свидетельства отсутствия В большинстве случаев Которые встречаются В реальном мире Явление не обязано Постоянно создавать Свидетельства Своего существования Но ждать этих свидетельств От отсутствия Этого явления Еще более безнадежно Отсутствие наблюдений Может быть как сильным свидетельством отсутствия, так и очень слабым свидетельством Отсутствие зависит от вероятности, с которой явление создает эти наблюдения Так, а почему истина вообще в принципе должна иметь свидетельство? Непонятно Есть вообще довольно высокая вероятность, что мы не можем сформулировать истину силами нашего языка и мозга Наличие и отсутствие свидетельства кажутся крайне ничтожными аргументами В пользу истинности почти или ложности почти чего-либо Ну да ладно Сила рационалиста, пишет Ютковский, состоит в способности быть озадаченным вымыслом больше, чем реальностью Если ты одинаково хорошо объясняешь любой исход, то знания у тебя ноль Сила модели измеряется не тем, как она может объяснять, а тем, что она объяснять не может Только запреты могут упорядочить ожидания будущего Если ты не замечаешь вероятность, каких наблюдений твоя модель уменьшает То ты с тем же успехом можешь выбросить эту модель и с тем же успехом можешь жить без этих наблюдений, без мозга и без глаз Не, буквально, как же он радикален в каждом своем суждении И что самое главное, все это лозунги Ну, типа, коммунизм самая лучшая социальная формация Там, я не знаю, слава Сталину, слава Ленину Если ты не это, то вот это вот Если ты тут, то там И кулачком вот так вот Бум-бум-бум И из этого состоят его утверждения Вот буквально Как с этим работать? Ну, это нужно критиковать Это нужно критиковать, не нужно критиковать Я просто, честно говоря, не знаю Потому что, ну, было бы что критиковать, господа Да, было бы что критиковать Он просто озвучивает какие-то лозунги А с лозунгами спорить, ну, трудно просто потому, что это лозунги Коммунизм лучшая формация Там, я не знаю Сталин лучший гвоздь в мире Даже лучше, чем Поднебесный Что-то еще, да Лолкек Закон сохранения ожидаемых свидетельств Юлизер Эдковский пишет Истинный боисянец Не может искать свидетельства в пользу теории Не может существовать ни четкого плана Ни умной стратегии Ни хитрого приема С помощью которых можно проводить эксперименты Систематически убеждающие всех в каком-либо утверждении Нельзя поставить эксперимент, который подтвердит теорию Эксперименты могут лишь испытывать теорию Да, ребят А теперь, что и требовалось доказать Читаем материалы выше про эксперимент, который верифицирует Ну Вот так вот Не, здесь согласен Да Здесь согласен как бы Ну, когда речь касается фальсифицируемости эксперимента Речь только об испытании, да Осознав это, можно ощутить дышится намного легче Не надо мучиться Пытаться интерпретировать каждый возможный исход эксперимента Так, чтобы он подтверждал твою теорию Не надо обдумывать Как заставить каждую йоту свидетельства Подтверждать твою теорию Ведь для каждого ожидания свидетельства В пользу существует равное и противоположно направленное ожидание свидетельства против Можно ослабить силу укуса возможного аномального наблюдения Лишь ослабив поддержку от нормального наблюдения Сила среднего укуса всегда в точности равна силе средней поддержки Это игра с нулевой суммой Как бы ты не спорил Как бы ты не сотрудничал с темной стороной Какие бы будущие стратегии ты не выбрал Ты можешь рассчитывать, что будущее сдвинет твои взгляды в определенную сторону С тем же успехом ты можешь просто сесть, расслабиться и ждать Пока твои свидетельства сами не придут тебе Временами я ужасаюсь извращенностями человеческой психики Как же он Как же он ужасается, друзья Как же он ужасается Не, а просто что и требовалось доказать Что и требовалось доказать Нет, это да, это разные статьи, возможно написанные в разные годы Но опять же, да Здесь кажется, в этой статье Ютковский понял, что такое эксперимент И для чего он, собственно, нужен Наконец-то понял То есть, опять же, подтверждает, что мой комментарий к прошлой статье был уместен абсолютно И Ютковский сам в итоге начал так же, собственно, считать Как-то так, да Загадочные ответы Тайные ответы Ставят вопрос Способна ли наука решить эти проблемы для нас? Ученые основывают свои модели на повторяемых экспериментах А не на спекуляциях и слухах Ученые основывают свои модели на повторяемых экспериментах Кек Ну, как бы сказать Ютковскому Ученый может основать свою Какую модель-теорию, во-первых Моделирование это часть Часть научного процесса, конечно Но модели-теория это разные вещи Это важно Во-первых, это важно Модели-теория это фундаментально разные штуки При том, что Да, теория и модель обычно объединены В научном представлении Это тоже, да, важно отметить Так вот Вот теория Значит, сначала гипотеза Гипотеза может возникнуть буквально из ничего Вообще она может быть ни на чем не основана Она может быть просто буквально маня фантазии ученого Не важно, каким образом выдвигается теория Вообще не важно Приснилось там, я не знаю Увиделось ночью Там еще что-то случилось Захотелось так просто Поспорил с другом Что смогу вот эту ерунду На научном собрании протянуть Да То есть вообще-вообще не важно Какая причина появления теории Основа появления научной теории Ну сначала гипотеза А потом уже теории Его даже трудно себе представить Да, какое оно Но может быть довольно разным И в принципе основанность на экспериментах Вообще-то не обязательно И более того Как можно основать что-то именно конкретно на экспериментах Да, в конечном итоге абсолютно желательно Чтобы твое представление Твоя теория не противоречила Имеющимся фактам А в число этих фактов Входят те факты Которые были получены В том числе на экспериментах Повторяемых Это правда Но составить такую теорию Которую не будет всему этому противоречить Иногда даже оказывается проще Когда ты всех этих фактов не знаешь Ну просто потому что Из большой выборки предположений Ну когда-нибудь рано или поздно Одно из них не будет противоречить всему этому Более того Да, опять же Изучая многие из этих фактов А фактов огромная бездна Их просто гигантское количество Учесть их все Особенно в условиях современной науки Оказывается практически невозможной задачей И ввиду этого Ну опять же Очень многое строится На так называемой научной интуиции На таких вот каких-то вот вещах Которые знаете Носят скорее такой Магический что ли флер Так вот Стоит ли волноваться по поводу ложных убеждений Ошибки подтверждений Ошибки знания задним числом И им подобных Если мы работаем с сообществом людей Желающих объяснять феномены А не рассказывать трогательные истории Ну хз Как хочешь Как хочешь Трогательные истории Трогательные истории Не хочет Ютковский рассказывать Смотрите-ка Следующая глава Лжеобъяснение Слово теплопроводность Можно найти в Лексиконе Спока Из звездного пути Про волшебство Может рассуждать Руперт Джайлз Из Баффи Истребительница вампиров Но будучи Баффианцами Мы игнорируем Жанры литературы Вот Гик Какой же он гик Просто Конченый гик Этот ваш Ютковский И таких примеров Здесь довольно много Если что Мы просто их все В целом Игнорируем По одной простой причине Потому что Ну Стебаться Над Ютковским Из-за того Что он гик Это наверное Было бы Немножко неправильно И тратило бы Наше время Угадайте Слово задуманное Учителем Если не выкачивать Сорняк Жилое объяснение Может быть Из-за теплопроводности То студент Скорее всего Застрянет На стадии Паролей И вакаликса Это происходит По умолчанию Это происходит Со всем человечеством На протяжении Тысяч лет Окей Это имеет смысл Наука Как и деяние Как тебе Костюмчик Научный Бро Сейчас начнется В трейлере Фильма Люди Икс Голос за кадром Говорит В каждом человеке Есть генетический код Вызывающий мутации Не сложно заметить Что мутировав Можно приобрести Разнообразные Полезные способности К примеру Мутант Шторм Без труда Метает молнии Прошу тебя Дорогой читатель Подумать О биологических Приспособлениях Необходимых Для производства Электричества Она вообще погодой Управляет Бро Она может управлять Погодой в целом Каким Господи Электричеством Туманом Электричеством Ветром Она может Облака нагнать Она может Дождь устроить Это Это персонаж Это персонаж Из комикса Господи Она вообще Как будто бы Колдунья Которая может делать Вообще все Что угодно С погодой Типа Бро Типа Бро Хватит Задротства Серия комиксов Люди Икс Продолжает Ютковский Использует Термины Вроде Эволюция Мутация Генетический Код Лишь для Создания Атмосферы Наука Да ну Серьезно Серьезно Да Ты серьезно Да Да Кто Кто бы Мог Подумать Вот Вот Это Да Вот Это Да Господа Вот Это Да А может Быть Анатомия Росомахи Не соответствует Анатомии Человека Потому что У него Когти В руках А может Быть Люди Не умеют Пускать Лазеры Из глаз И это Какая-то Вообще Фантастика Да У циклопа Например А может Быть Я не знаю Человек Жаба Человек Жаба Вполне Возможен Абсолютно В этом Уверен Человек Жаба Полностью Правдоподобен Я его Даже Видел Однажды Это Ютковский Это Сам Ютковский Так Вот И его Сын Панчин Конечно Два Человека Жабы У них Целый Клан У них Целая Популяция Там Наблюдается Господа Кто Бы Мог Подумать Ничего Себе Ничего Себе Вероятно Большинство Людей Которые Верят В эволюцию Используют Фразу Вследствие Эволюции Потому что Они хотят Почувствовать Себя Причастными К научной Тусовке Не Ну Это Факты Только Проблема Заключается В том Что И сам Ютковский Не являясь Ученым Хочет Почувствовать Себя В так Называемой Научной Тусовке И в каком-то смысле Сами ученые Они тоже Надевают Костюмы Ученых Даже Там Где Они Не являются Специалистами По той или иной теме И это На мой взгляд Тоже Довольно Как бы Такая Фундаментальная Штука То есть Ученый Пытается Быть ученым Во всем С другой стороны Непонятно Что значит Быть Ученым Что значит Быть ученым Ребят Что это означает Вот Определения Нет Этого слова И при этом Как бы Мы определяем Вот он ученый Вот он не ученый Там историк не ученый Как сказал Ютковский А какой-нибудь Биолог ученый Панчин ученый Допустим Почему Или Дробышевский ученый Хотя он вроде бы Просто бухает На раскопках Как бы Просто бухает На раскопках Да собственно Но он тоже Почему-то ученый Как это происходит Тоже непонятно Ютковский Не знаю Что делает Мультики смотрит Судя по всему Большую часть Своей жизни Но при этом тоже Ученый Не ученый Не знаю Но пытается Приобщиться К научному дискурсу Но это да Факты Люди пытаются Надеть одежду Ученых Просто Наверное Не для того Чтобы даже Просто приобщиться К научной тусовке А для того Чтобы Придать Дополнительный Авторитет Собственному Высказыванию О Какому-нибудь Я сейчас Говорю От имени Нейрофизиологии Я сейчас Говорю От имени Нейробиологии Я сейчас Говорю От имени ой, лол я сейчас говорю от имени какой-то очередной прекрасной, замечательной, офигенной науки, да, например и все вот это вот так вот и работает да, люди очень часто пытаются говорить от имени разных условно наук пользуясь их авторитетом, даже не столько для того, чтобы принадлежать какой-то научной тусовке а во многом даже для того, чтобы придать вес своим словам лжепричинность разумеется, никто не использовал теорию флагистона, так подождите, кое-что надо проверить прочекаю кое-что вернулись улыбнулись, продолжаем так вот разумеется, пишет Ютковский, никто не использовал теорию флагистона для того, чтобы предсказать результат химического превращения алхимик сначала смотрел на результат а затем при помощи флагистона объяснял его не было намека на то, чтобы флагистонщики предсказали прекращение гайрения в замкнутом сосуде они скорее зажгли огонь в сосуде увидели его угасание и затем сказали, должно быть, воздух насытился флагистоном теорию флагистона нельзя применить для того, чтобы выяснить, чего ты точно не сможешь увидеть она может объяснить все и в чем проблема в чем проблема-то? в этом ее и прелесть она может объяснить все может быть, она истинная почему бы ей не быть истиной, например если нас интересует истина, тут нет никаких проблем в том, что она не фальсифицируема и не предсказывает ничего более того, давайте так научная теория тоже в определенных условиях может перестать предсказывать какие-то события которые она даже вроде бы должна предсказывать и все вы понимаете, в чем дело? мы же не просто придумываем научную теорию и она такая внезапно научная и теория, и все предсказывает сама по себе потому что происходит магия не, мы берем такую теорию мы берем кучу теорий вот пул теорий из них отбираются те, которые хоть что-то предсказывают фальсифицируются и постепенно они, короче, отбираются те, которые не предсказывают, идут к черту те, которые предсказывают, они как бы возводятся на пьедестал да, это не прям так систематически делается, как хотелось бы но в принципе, если очень сильно упростить данный механизм оно так и происходит и да, конечно, теория, которая в принципе заточена на условные предсказания но вот модель внутри теории заточена на те или иные предсказания да, допустим ну да, из-за индукции эти предсказания обычно работают так или иначе и по каким-то другим причинам, может быть, работают но это не особо важно просто наличие той или иной научной теории которая вроде бы фальсифицируема не гарантирует нам какие-то хорошие, точные, правильные, офигенные, крутые предсказания это важно заметить а Ютковский, блин, из этого делает какой-то проклятый цирк не, если бы флагистонщики могли бы создавать свои более там какие-то тонкие теории объединять модель флагистона теорию флагистона с какими-то моделями и через модели что-то предсказывать и отбирать те модели, которые эффективнее и задвигать те модели, которые менее эффективны они бы тоже, ну, смогли бы построить предсказательные какие-то вещи на самом деле то есть в этом-то никакой сложности особо-то и нет просто, блин, надо взять свои представления натянуть их на правильные условно модели, которые делают предсказания и все, натягивание своих представлений на модели не представляет каких-то колоссальных трудностей на самом деле, в конечном итоге практически любую теорию можно натянуть на практически любую модель за редкими исключениями опять же, да, за некоторыми исключениями может быть, не такими редкими, но за некоторыми исключениями фуууу, ладно тут нет никакой проблемы если нас интересует конкретно истина может быть и флагистон какой-то этот самый и есть может быть, он и существует но, правда, да, те взгляды, которые были у алхимиков они тогда не дошли до идеи, что можно так жестко, брутом, как бы подбирать разные теории, модели и так далее, и так далее, и так далее Наука еще только начала выходить на сцену. Очень долго никто не осознавал, пишет Ютковский, что с этой теорией что-то не так, лол. А что в ней не так? В ней что-то не так, потому что она не наука просто получается. Встретив лжеобъяснение, пишет Ютковский, очень легко не ощутить его фальшивость, потому что они опасны. Так тут нет лжеобъяснений. Это обычное объяснение. Это просто обычное объяснение, которое работает не в рамках научного метода. Что такое лжеобъяснение вообще? Это то объяснение, которое объяснением не является, получается. Но это является объяснением. Потому что предсказывается... Ну, как предсказывается? Что-то описывается. Объяснение объясняет, а не предсказывает, блядь. Это понятный состав слова. Дурак, блядь, Иван. Прошу прощения. Это очевидно из того, из чего слово состоит. Объяснение должно объяснять, но не должно предсказывать. Предсказание предсказывает, объяснение объясняет, ну и так далее, так далее, так далее, так далее. То есть, если ваше объяснение еще и предсказывает, ну, у него есть дополнительное приятное свойство, так скажем, да. Но само по себе отсутствие предсказаний не делает объяснение лжеобъяснением. Ну, например, Фрейд говорит, что у нас есть какое-то подсознательное, бессознательное, допустим, да. И благодаря ему многие вещи у нас, соответственно, в голове так или иначе протекают Это влияет на наше сознание, на наше поведение, на разные другие вещи Это самое бессознательное, все с этим функционирует, работает и так далее, так далее, так далее Окей, Поппер его упрекает в том, что с его, собственно, подходом можно предсказать все, что угодно Из него следует все, что угодно, и любой опыт, который мы получим, может быть проинтерпретирован в тематике Фройда Окей, это действительно так Но модель Фройда это не делает плохим объяснением Понимаете, в чем дело? Да, это вносит ряд затруднений в использовании представлений Фройда для терапии, например Согласно фрейдизму, по сути терапия может быть очень разной Просто потому, что нету каких-то конкретных предсказаний Можно натянуть фрейдистское описание на абсолютно разные модели терапии И это тоже не проблема, потому что одно дело это объяснительная функция А другое дело предсказательная, практическая, утилитаристическая, инструментальная и так далее, так далее, так далее Но Ютковский этого, в принципе, не понимает Он почему-то все взял, объединил, скомкал зачем-то И использует какие-то кодовые слова типа Лжеобъяснение Лжеобъяснение Он пишет, это выглядит как объяснение Так это и есть объяснение Это не выглядит как объяснение Оно и есть объяснение То есть оно предсказывает, как оно все работает на условно-онтологическом уровне Как оно есть на самом деле Можем ли мы из этого какую-то практику вывести? Не можем Можем ли мы что-то предсказать из этого? Или не можем? Это уже абсолютно вторичные вещи Сука! Ладно, простите Ютковский продолжает Проверить, насколько хорошо теория предсказывает Уже известные тебе факты также недостаточны Эффект знания задним числом обесценивает все усилия Предсказывать нужно на завтра, а не на вчера Лишь так можно быть уверенным в том, что захламленный человеческий разум Действительно посылает чистое прямое сообщение Да Ну, догматическая секта Ютковского Она вот так вот приблизительно и работает Мы берем Активируем какие-то наши собственные мания-фантазии Исходя из наших мания-фантазий о том, как должно быть устроено познание Мы начинаем, соответственно, исходя из этого уже Навязывать всем свою методологию Наша методология исключительно правильная, абсолютно и замечательная У всех остальных методология неправильная Все, что объясняет не так, как объясняется в нашей секте Это ложь, шарлатанство, лжеобъяснение Лженаука, мракобесие и так далее Подбираем бесконечное количество всех этих спекулятивных, убогих словечек современных Которые, опять же, скорее показывают сиентистов и ученых Как, собственно, очень религиозных людей Которые пытаются отыскать новых мракобесов То есть новых еретиков Потому что это очень прорелигиозное слово Обскурантов Обскура Темная Темная Мрак Тьма Пытаются отыскать мракобесов То есть несущих тьму В то время как они являются несущими свет Радость Позитив Добро Истину Правильное объяснение Свет разума Там все вот такое Это религиозная секта Вообще в целом сиентизм обладает свойствами секты Ну не секты в смысле отколовшейся от христианства А в смысле такой религиозной организации В которой люди исповедуют те или иные взгляды На основании своих собственных убеждений, веры Как бы берут и проповедуют свой дискурс тотально И как бы промывают мозги всем, кому только можно Своим вот этим вот подходом, учением Но у Ютковского эта секта немножко Она буквально секта То есть у Ютковского У него отколовшаяся секта от сиентизма В целом И это буквально по определению уже секта Да Это довольно странная штука Это довольно странная штука Просто потому что Ну а зачем Зачем? Зачем быть таким радикальным? Почему Ютковский не дает шансы Никаким своим оппонентам? Почему он приписывает им какие-то долженствования? Почему все они ему должны Делать какие-то нормальные объяснения Как ему кажется А не лжеобъяснения Которые по сути по определению Являются нормальными объяснениями То есть ну как То что Господи я не знаю Почему солнце светит? Почему солнце светит? Потому что оно горит допустим Нормальное объяснение А что оно предсказывает? Да ничего оно не предсказывает на данный момент Оно ничего не предсказывает Вот мне сейчас Ну вот объяснение же Да это объяснение Никаких практически следствий нет Предсказаний никаких я из этого сделать Пока не пытаюсь Но все равно же объяснил Объяснил Еще это объяснение возможно совпадает с истиной А если оно совпадает с истиной И оно объяснение И оно все объясняет Чего это? Это обычное объяснение А не лжеобъяснение Ну ютковский Ну боже Это настолько просто Если я спилю это дерево Если я спилю это дерево Оно упадет Соответственно Да это предсказание было бы В данном случае Но если я начну рассуждать Про структуру дерева И то что оно состоит из клеток Но при этом не буду Из этого делать какие-то выводы Которые позволят мне Практически использовать Составление вот этого дерева Из клеток каких-то Да Ну это не делает Мое объяснение Ложным Плохим Неправильным Лжеобъяснением Если я скажу Что это дерево состоит Из условных Гномиков Гравитоников Или клеток Или чего-нибудь еще Я не буду это как-то Практически использовать Это все равно будет Объяснением А не лжеобъяснением По определению слова Объяснения Боже мой Ну злости не хватает Потому что Ютковский Не люблю эти слова Демагог 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 Да Демагог Так называемый Классический демагог Причем В плохом смысле Этого слова То есть опять же Не люблю обвинять людей В демагоге Не люблю обвинять людей В демагоге Потому что опять же Очень часто Дурачки всякие Появляются в дискурсе И начинают Меня в демагоге Обвинять Еще что-то делать Но понимаете Ютковский Он как будто бы Не наукой занимается Он как будто бы Политикой занимается И спекулирует Именно тезисами Лозунгами Кричалками Какими-то Это лжеобъяснение Это вот то Это вот пятое Это десятое И везде он такой Обвинитель И везде он такой Подозревает всех И всех он такой Раскрывает И он такой вот знаете Как стаса И как просто Вот просто берет И вот подноготную Подноготную Людей просто вот Вскрывает И объясняет вам Все соответственно И даже на фоне меня Я тоже периодически Похожие вещи делаю В основном для того Чтобы позлить Своих оппонентов Например В виде шутки Ну либо в виде попытки Объяснить А почему Например Какие-то скептические позиции Или какие-то Мои методологические заходы Вызывают Такое тотальное негодование При отсутствии Аргументации Ответной В мой адрес Почему так происходит Пытаюсь психологию Какую-то Вернуть Какие-то Когнитивные искажения Показать Все такое Хотя Ютковский Тоже местами Это пытается делать Я все же Как бы стараюсь Не переиначивать Уж слишком Классические термины Особенно такие термины Как объяснение Не У меня У меня есть Наверное Некоторые похожие Свойства Где я тоже пытаюсь Играть в разоблачение Играть в разоблачение Хотя уже и так И так понятно Что там Разоблачать было бы Вроде бы Но у Ютковского Это разоблачение Оно во-первых Идет с точки зрения Довольно популярного Дискурса Научного Сиентического Вот И с другой стороны Ну что Просто На мой взгляд Вредоносно Поддерживать Поддерживать Монополию В познании На мой взгляд Вредоносно Просто Будет данным Сочи Это с одной стороны С другой стороны Очень много Вот этого Тотального Ужасного Обвинительства Всех И всея При этом Он не смотрит На то Какие у него Собственно У самого Ошибки Какие проблемы В его рассуждениях И не смотрит На то Что он разговаривает Преимущественно Лозунгами Вот буквально Преимущественно Лозунгами Ну а если Он переключается На какое-то Условное Докузательство То мы Сталкиваемся С какой-то Боэсианской Ебалой Которая Просто Ну я не знаю Сопоставимо С лором Ктулху Там я не знаю Вот этих Древних богов Богов хаоса И он тебе Начинает На каком-то Птичьем языке Рассказывать Какую-то Свою птичью Боэсианскую Истину В которую Он сам Верит Какие-то Формулы Прилагает То есть Когда он Пытается Доказывать Он доказывает Непосредством Хороших Стройных Четких Рассуждений Словами Он доказывает Какими-то Маня Фантастическими Формулами Ну Которые Может понять Только он Сам Математик Какой-нибудь Технарь Или что-то Такое То есть Специально Чтобы Ну в общем Тупые Гуманитарии Не поймут Чтобы вот Взятие тупых Условно Гуманитариев От дискурса Отстранить Почему ты Почему ты Остановился Таинственные Ответы На таинственные Вопросы В этом состоит Теория Витализма Пишет он Загадочные Различия Между живой И неживой Материей Могут быть Средством жизненной силы Жизненная сила Внедряется В живую материю И подчиняет Ее приказам Сознания Жизненная сила Участвует В химических Реакциях Из-за чего Неживая материя Не может Проявлять Часть свойств Живой материи В частности Без помощи Жизненной силы Невозможно Получить живую материю Из неживой Поэтому Проведенный Фридрихом Веллером Химический синтез Мочевины Нанес сильный удар По теории Витализма Показав Что обыкновенной химии По силам получить Биологический продукт В чем проблема Почему это Плохое представление По-моему Хорошее представление Почему нет Но Ютковский Продолжает наставить На том Что исследования Должны быть устроены Так как ему хочется Ну или так как это Принято в современной науке Я не знаю Ну все Он дальше пишет Называть жизненную силу Объяснением Или даже лжеобъяснением Вроде флагистона Значит переоценивать Эту теорию Жизненная сила В первую очередь Работает как затычка Для любопытства Ты спрашиваешь Почему Слышишь ответ Жизненная сила И на этом разговор Окончен Есть еще более Низкая страта Унижающая Понимаете Еще более Более Ничтожное положение Ты не просто Как бы это Не просто лжеобъяснение А прям настоящая Затычка Для любопытства Какая-то затычка Блин Тебе в попку Прям Ютковскому Заткнули его Короче Я не знаю Ну Это какой-то детский сад Соответственно Это какой-то детский сад Это буквально Ну Просто Обвини Обвинительные позиции В адресовых оппонентов Без попытки Разобраться В их Каких-то вот вещах Вы конечно можете Справедливо Сказать мне Александр Шадов Ну ты и сам сейчас Занимаешься Обвинениями Ютковского Да отвечу я Мне за это заплатили Мне за это заплатили Это оплаченный обзор Мне закинули Немаленькую сумму денег Я не то чтобы Очень сильно Прям по жизни Хотел бы Читать книжки Ютковского Разбирать их Я просто на них бы посмотрел Сказал бы Ну Диагноз понятен Окей Окей До свидания Как бы читать это Я конечно не буду дальше Если бы была моя воля Это бы разбирать я не стал Но меня заставили Деньгами То есть А Ютковский Все это пишет За бесплатно Ему это нравится писать Это его хобби Так скажем Его важное занятие Его миссия Так скажем Жизненная Вот Ну мне приходится С этим иметь дело Потому что Мне заплатили Прошу прощения Прошу прощения Мне за это заплатили Да Его голова была заказана Я вынужден Принести ее на блюде И предоставить ее Моим зрителям Чтобы они Собственно Не знаю что сделали Порадовались Расстрелились Расстрелились Я не знаю Причем опять же Витализм Ну почему не представить Его как Нормальное объяснение Особенно если мы можем Представить Витализм Представить Эту жизненную энергию Жизненную силу Мы можем ее себе Вообразить Мы можем даже ее Более тонко Как-то интересно Сформулировать Что самое главное Чтобы она была Более конкретна Еще более представима Нет Это не просто Лжеобъяснение Это Затычка 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 Друзья Почему-то Просто затычка Просто заткнули всех Когда ты говоришь Жизненная сила Тебе кажется Будто ты знаешь Почему двигается твоя рука В твоей голове Есть маленькая причинно-следственная диаграмма Которая говорит Жизненная сила Стрелочка Рука двигается Вводя такое объяснение Я постулирую наличие Некоторой силы Которая приводит Все в движение Это я уже объясняю Эта сила Мало чем отличается От той же теории Относительности Эйнштейна Гравитации Естественного отбора Кроме конечно Подробности Проработки этих теорий И внутренних моделей Которые соответственно Что-то предсказывают Кроме вот этих вещей Само содержание Теории эволюции Само содержание Естественного отбора Само содержание Теории Относительности Эйнштейна Вот ядро теории Корень этой самой теории Сама суть Самая важная Они мало отличны От этого самого витализма Как такового Может быть чуть более подробны Но как бы Суть очень похожа С точки зрения Именно убеждений Там я не знаю Да Эти теории Единственное что Они лучше проработаны Наверное теорию витализма Тоже можно было бы Как-то тотально Интересно Более-менее круто Обыграть Привязать ее Каким-то фактом Попробовать Предсказательную модель Туда включить И например Вместо Убогого Абсолютно Нефальсифицируемого Вторичного Вот этого ужасного Естественного отбора Просто взять и включить Теорию Мирового витализма Энергии Какой-нибудь воли Которая ведет организмы К развитию Да Включая Включая Так сильно Отличная От всех прочих Теорий Теорий Которые Тысячи Теорий И просто Брутом Подберется Та Которая Более-менее Что-то предсказывает А потом Еще какая-то Теория Появится И вот Та теория Которая Будет хуже Предсказывать Та уйдет на покой А другая Теория Встанет на ее место И все Как бы Это перебор Это брут Это хреновый метод В каком-то смысле Именно познание Это читерство В каком-то смысле Но если по-другому нельзя Пусть конечно ученые Так делают Если им кажется Что по-другому нельзя Я ничего против не имею Но Это как будто бы Даже не решение Потому что Ну рано или поздно Какие бы мы теории Не предлагали И что бы мы не делали И если мы будем Вот так вот брутом работать Мы все равно Придем к какому-то результату Позитивному С точки зрения Предсказаний И так далее И так далее И так далее И на мой взгляд Предсказательный эффект Есть не столько У самой теории Сколько у модели Но эту же модель Можно натянуть На бесконечное множество Прочих теорий А потому результат Будет абсолютно тот же И предсказания Будут абсолютно те же И так далее И так далее И так далее Только для этого Надо четко иметь Разделение теории И модели Теория Это то содержание Воображаемое Которое Ну Та или иная Картина мира Которая содержится В теории Вот этой самой содержит Это Само представление О том Что пространство Время Искривляются Например Пространство Может искривляться Это фундаментальная Часть Теории Относительности Это фундаментальная Часть Теории Относительности Но Те же самые искривления Мы можем сказать Это эфир Искривляется На самом деле Никого пространства Здесь нет Пространство Оно абсолютное Но искривляется Сам эфир И в эфире Распространяется свет И мы натягиваем Те же самые формулы Но на теорию эфира И работаем Абсолютно Так же Как и с теорией Относительности Например И все То есть да Мы можем натянуть Модельную составляющую На теорию Теория Это то Как оно На самом деле Устроено Это наше представление Об этом А модель Это непосредственно Тот набор Формул Упрощений И всего остального Очень часто Математических Упрощений Но не всегда Математических Модель может быть Не только математическая Которые уже Постфактум Включаются В эту самую теорию И которые Сами по себе И дают предсказания Потому что модель Она коррелирует С опытом Она индуктивным Конечно Да Она коррелирует Со многими предсказаниями И если предсказания Не совпадают Виновата прежде всего Именно модель Теория становится Нефальсифицируемой Не потому что Она сама по себе Плохая Или сама по себе Нефальсифицируемая Потому что внутри нее Находится какая-то Нефальсифицируемая модель Или вообще Модели нет Что тоже довольно важно То есть у нас Может быть представление О том что все есть эфир Вообще У нас есть представление Давайте так друзья Слово теория Теория Есть не только научная теория Есть еще и теория Философская Философских теорий В обычном В среднем Нету никаких формул И никаких предсказаний Из них не следует Чтобы вы понимали То есть Слово теория В нормальном Здоровом Тезауросе Здорового Нормального Человека Не умственно Наоборот Умственно полноценного Это и про научную теорию Это и про обычную Философскую теорию И про многие другие Там религиозную Какую-нибудь теорию Допустим Это вот про все Вот это вот одновременно И что общего У научной теории И что общего У философской теории Так вот именно Вот этот вот Как бы это сказать вам Вот именно Вот это вот Содержание Самого представления О том Как на самом деле Устроен мир Вот Теория говорит о том Как устроен мир Она может ошибаться И мы можем знать Что она ошибается Да В своих предсказаниях О том Как мир устроен Вот А модель Уже Она как бы Натягивается На эту теорию Или наоборот Теория натягивается На модель И уже модель Осуществляет предсказания И к сожалению Многие люди путают теорию и модель, для них теория и модель одно и то же, как будто бы, да, ну, тем более, да, в рамках научной теории предлагается еще и разные всякие штуки, связанные с моделированием, безусловно, то есть, да, ты когда занимаешься составлением научной теории, ты в том числе составляешь и научную модель, и это как бы составляющая научной теории, но это не ее ядро, это не самое главное в этой теории, и тот набор представлений, которые в эту теорию входят, их можно изъять и на их место поставить что-то другое, соответственно, вот. Однако, на самом деле, пишет Ютковский, ты не знаешь ничего, что не знал раньше, например, ты не можешь сказать, будут ли твои руки отдавать или поглощать тепло, пока не пронаблюдаешь это в действительности. Мы это уже миллион раз сегодня обсуждали. Знать что-то не означает знать это что-то на, собственно, практике, да, это не значит, что мы можем это практиковать. Знание – это соответствие наших представлений, нет, истина – соответствие наших представлений реальности, а знание – доказанная истина. Вот такая вот цепочка определений дается здесь у нами, да, классическая причем, причем вполне классическая. Вот это знание, вот это знание, соответственно. А то, что там предсказания из этого должны какие-то следовать, еще какие-то вещи, что теория обязательно должна быть фальсифицируема или что-то еще, и только так и надо познавать, а по-другому познавать нельзя. Это все маня фантазии самого Ютковского, друзья. Это все буквально маня фантазии самого Ютковского, ну как Ютковского, саентического сообщества, ученых, много кого еще. Но это их маня фантазии, которые ничем, собственно, не обоснованы. Нет, конечно, прикольно, когда наши некоторые вещи, условно, да, даже если мы их особо не анализируем, они дают какие-то представления, предсказания. Ну, например, из нашей теории и дефис-модели следуют какие-то предсказания, и они постоянно сбываются. Это, конечно, прикольно, это круто, да. Но люди обычно дальше не анализируют, они не собираются анализировать, а что такое теория сама по себе, какие фундаментальные свойства теории как таковой. Люди обычно это не разбирают, к сожалению. И они, многие по своей глупости, готовы сказать, что теория есть модель, например. Хотя мы можем заглянуть и в Википедию, и не в Википедию, и почти куда угодно, и мы обнаружим, что теория и модель это разные термины, и они обозначают разные смыслы. Два разных слова. Не абсолютно противоположных, но два разных слова, по крайней мере. И помимо всего этого, люди себе даже не представляют, что существуют философские теории, и вообще применительно к философии слово теория наиболее канонично, исторично, древнее и как бы вот так вот. То есть самые каноничные теории, это философские теории, на самом деле, то, как теории выглядели на протяжении большей части истории, вот так вот, как философия. И они не пытаются проанализировать, а что общего между научной теорией и теорией вообще. Это во-первых, да. Во-вторых, они не пытаются проанализировать, какие составные части у научной теории, как ее можно препарировать, проанализировать. То есть анализа там обычно вообще тоже нету. Ну и ввиду этого вот у нас теории дают предсказания сами по себе, потому что мы не проанализировали. А что конкретно внутри теории дает предсказания? То есть все, просто теория магическим образом дает нам предсказания. Вот. Вжух. Вжух теория предсказала. Понимаете? Не-не-не-не-не. Это не то, чтобы теория в том числе обобщает огромное количество опыта. Ну, в том числе. Это не ее главная задача. И теория все равно может быть сформулирована абсолютно просто из любой выдумки, сновидений и чего угодно. Что не раз было в истории науки самой по себе, да. Но вот то, что мы видим в теории, все равно в итоге не противоречит, по крайней мере, всем имеющимся у нас опыту. Ну, не противоречит, а опыта у нас большое количество. Это во-первых. Во-вторых, теория, она как бы включает в себя и модель. Научная теория включает в себя модель, а модель, она тоже включает в себя колоссальное количество опыта. И этот опыт описывает. Если модель что-то предсказывает, опять же, это нифига не удивительно на самом деле, что модель что-то может предсказывать. Только проблема заключается в том, что на эту самую модель и на этот самый опыт можно натянуть бесконечное количество разных, собственно, теорий в философском смысле. И научная теория – это одна из разновидностей философских теорий, тоже важно понимать. И теории в ней ровно столько же, сколько и в других философских направлениях. Это тоже важно понимать. То есть представление о том, что пространство либо абсолютно, либо искривляется, оно никак особо напрямую не влияет на те модели, которые у нас внутри есть. Но опять же, те же самые формулы можем применить на непосредственно теории эфира, теории кефира, теории кафира, чего угодно. И просто то же самое предсказывать, описывать и так далее, так далее, так далее, так далее. Но из-за того, что люди не анализируют, что такое теория, не анализируют, как все это работает, ввиду этого, они думают, что раз уж есть предсказание, значит, это как-то делает данную теорию правдоподобной. Если предсказания работают, и они позволяют предсказывать, фальсифицировать дальнейший опыт, наверное, эта теория более хороша, чем предыдущая теория. Наверное, пространство, оно скорее все-таки относительно, нежели абсолютно. Да, потому что теория относительности может делать какие-то четкие, стройные предсказания. Секунду. Так, что у нас там? Ну, все нормально, продолжаем. И секунду сейчас обойду. Фу, жестко. Так. Ну, в общем, как-то так. Секунду. Так. И все вот эти вот докопы непосредственно Ютковского о том, что ты не знаешь ничего нового, что не знал раньше. Нет. Если жизненная сила действительно существует, когда мне сказали, что она существует, я узнал значительно больше, чем знал раньше. И что самое главное, это знание, более подлинное знание, истинное, соответствующее тому, что мы обычно называем знанием, чем предсказание. Предсказание не есть знание. Опять же, да, вот я уже структуру определений вам показал. Истина, соответствие наших представлений реальности. Истина, соответствие наших представлений реальности. Вот. А знание, это обоснованное, дефис доказанное, тут как захотите, да, истина. Если мое представление о условном флагистоне или об условной жизненной силе совпадает с реальностью, хотя бы обобщенно, тут еще можно спорить о степени этого самого совпадения, насколько должно совпасть, чтобы считать это знанием, да, и так далее, и так далее, и так далее. Абсолютно ли должно совпасть, или может быть на какой-то процент, неважно. Здесь мы можем еще подискутировать. Но здесь суть совпадений некоторым. И если это совпадение все-таки произошло, и оно устроено вот так вот реально, как мы говорим, хотя бы в приблизительном виде, да, мы получили знание. И это знание, оно по всем определениям является большим и более правильным знанием, чем знание о том, в кавычках, знание в кавычках о том, что мы можем из этого предсказать. Как-то так. Раз любому наблюдателю ты можешь сказать, почему жизненная сила, то витализм одинаково хорошо объясняет все исходы, не способен противоречить вообще хоть каким-нибудь фактам, является замаскированной гипотезой, максимальной энтропией и так далее. Ну и что? И что, как говорится? Ютковский продолжает. Но главный урок нужно извечь из благоговения виталистов перед жизненной силой, из их старания провозгласить ее тайной, стоящей выше всей науки. Вопрос. Так а чем тогда сиентисты, такие как Ютковский и многие другие, отличаются от виталистов? Кроме того, что они поставили над всякими исследованиями какие-то свои священные принципы, которые безосновательно считаются лучшими. Нам нужен байос, потому что нам нужен байос. Мы должны использовать теорию вероятностей. Как истинный байсианец ты должен. И так далее, так далее, так далее. Этот бесконечный набор сектантской чепухи не замечается Ютковским. И он не только по антологии, но он только не по антологическим вопросам, не по антологии, не по метафизике, не по физике. Это все обычно воспроизводится по теории познания. Сиентизм это методологическая секта. Вот. Вот о чем речь. То есть это не про то, что Бог есть. Это про то, что мы можем познать или не можем познать, есть Бог или нет, с помощью наших методов. Понимаете? Только наши методы рабочие. Только вот такие методы являются эффективными. И мы это доказываем посредством не какой-то стройной логики, аргументов и всего остального. Если бы это вообще можно было бы так доказать. Потому что, опять же, это все входит в цикл, скорее всего. Доказывать логику логикой, рационализм рационализмом, это цикл уже получается. И недоказуемо, по сути, выходит. Парадоксально, да? Парадоксально получается. Ну, получается, у нас такая секта выходит. У нас получается именно секта. Методологическая секта. И методологических сект действительно есть такое свойство. Основная проблема этих методологических сект заключается в том, что они влияют именно на само мышление. То есть они рассказывают, как нужно мыслить. И они всегда входят в цикл. Они всегда входят в цикл, в парадокс такой своеобразный. То есть если мы знаем, как мыслить, как мы докажем, что мы знаем, как мыслить, только теми методами, которые мы предложили. Получается цикл. То есть либо нас критикуют дегенераты, либо мы критикуем себя условно сами с помощью наших методов, но это парадоксально. И вот практически у всех подобных сект методологического характера будет, скорее всего, вот это вот свойство, при которых они сами по себе являются парадоксальными. Они просто существуют в состоянии тотального внутреннего противоречия, парадоксальности, потому что им приходится направлять на себя свой собственный метод, и они оказываются недоказуемыми, неполными и так далее, и так далее, и так далее. Либо они должны признать просто свой условный либо догматизм, либо, по крайней мере, аксиоматический характер использования вот той методологии, которую они используют. А это значит, что если уж мы взяли какие-то аксиомы без доказательств, то мы можем взять и другие аксиомы, точно так же без доказательств, и делать с этим все, что угодно, соответственно. Тут два типа отношения, либо некое преклонение, как у Ютковского, и почитание того или иного метода, как у большинства сайентистов, либо такой холодный аксиоматический расчет. Только с таким холодным аксиоматическим расчетом мы можем взять и сказать, что ну плевать, окей, то есть вы сейчас используете вот эти методы, а я буду использовать вот эти методы. У меня другая аксиоматическая система. Все, конец. Ну так же обычно не делается. Ни один из ответов не попытался сконцентрировать плотность вероятностной модели, сделать какие-то результаты более ожидаемыми, чем другие. Эти объяснения, пишет Ютковский, просто закутали вопрос в твердый, непрозрачный черный шарик. Ну, на мой взгляд, ядро практически любой теории, включая научную теорию, нефальсифицируемо. И ничего толком не предсказывает. Да, то есть мы рассказывали про фальсифицируемость, как она звучит согласно теории фальсификационистов, но на мой личный взгляд, если мы просто посмотрим на фальсифицируемую теорию какую-то, само ее ядро, оно неуязвимо само по себе. И ничего толком сама по себе не предсказывает. То есть ядро теории эволюции, допустим, естественный отбор своих в самых простых формулировках, он сам по себе ничего толком не предсказывает. Ну, условно выживает наиболее приспособленный. О, что-то там к чему-то приспосабливается. Да и что? Что? А как? К чему? И что? И где? И когда приспосабливается? Это уже решается внутри модели. А модели меняются, и модели могут быть разные. И по сути, если мы вот так вот это сделаем общее, естественный отбор сам по себе может свидетельствовать в пользу чего угодно. Там вот бабочка на дереве сидит, она коричневая, и поэтому ее не едят птички. Естественный отбор. Обязательно естественный отбор. Лягушка серая-коричневая тоже вот по лесу здесь прыгает, ее не видно, поэтому я не раздавил, и не едят ее хищники, например. Опять естественный отбор. Что не увидим, все можно проинтерпретировать как естественный отбор в таком случае, особенно если мы берем само ядро теории эволюции. И в этом плане, в этом плане, ну, описать можно все что угодно. Можно переделать модель, можно что-то там подкрутить, исправить, да, но это уже модельные какие-то исправления. Само ядро теории эти модельные исправления не затрагивают. И практически любая формулировка, опять же, пространство абсолютно, как у Ньютона, либо пространство искривляется, как у Эйнштейна. Вот, а как узнать, как оно на самом деле? Провести эксперименты? Нет, ну, это не поможет узнать на самом деле абсолютно пространство, оно или искривляется. И пространство ли искривляется вообще? Может быть, мы можем узнать, что что-то искривляется? Но пространство ли это? Уже другой вопрос. И есть ли вообще пространство, кстати. На мой взгляд, опять же, вот Локатос как раз тоже рассказывал про научно-исследовательские программы, и как раз показывал, что есть некоторое ядро, есть некоторая периферия. Периферия, пояс защитных эдхоминем теорий, пояс защитных эдхок каких-то вещей, то есть к месту примененных защиты, да, как бы вот так вот теория и существует. Есть ядро, есть покрытие, так скажем, защищающее эту самую теорию. Покрытие постоянно меняется, содержание остается прежним. И в этом плане, ну, как будто бы у Локатоса, я уже сейчас досконально не помню, давно я Локатоса не считал, это самое ядро, оно как будто бы все равно уязвимо, потому что у Локатоса, ну, критический фальсификационизм. То есть рано или поздно одна научно-исследовательская программа провернет другую научно-исследовательскую программу, либо победит ее другим каким-то способом, то есть переспорит. Большая часть молодых специалистов перейдет в новую программу, а представители старой программы вымрут. То есть разные способы могут быть, когда программа умирает. То есть в этом плане, кстати, Локатосовская система, она является неплохой с точки зрения описания того, что реально происходит в науке. И, кстати, в каком-то смысле ее можно натянуть на практически все, что происходит в науке, и не только. И в этом ее в каком-то смысле и плюс, и минус, соответственно. Так вот, если мы вот это так рассмотрим, я бы сказал так, что я очень сильно сомневаюсь в том, что ядро теории может быть фальсифицировано. Хоть как-то. Всегда можно переинтерпретировать данные, всегда можно переинтерпретировать результаты эксперимента, всегда можно переинтерпретировать все, что угодно, чтобы получить устраивающий нас результат, который оправдает ту или иную теорию в ее содержании, в ее ядре, в ее собственном сути как таковой. Так вот, дальше товарищ Ютковский выводит признаки таинственных ответов на таинственные вопросы. Во-первых, объяснение работает не контролером ожиданий, а затычкой для любопытства. Во-вторых, в гипотезе нет движущихся частей. Модель является неопределенным сложным механизмом, а скорее просто сплошной субстанцией или силой. В гипотезе говорится, что таинственная субстанция или таинственная сила находятся вот здесь и вызывают вот это. Но причина, по которой таинственная сила ведет себя именно таким образом, инкапсулирована в пустую тавтологию. В-третьих, люди, предлагающие это объяснение, дорожат собственным незнанием. Они с гордостью говорят о том, что обычная наука терпит поражение от этого явления. И о том, как это явление не похоже на все остальные обыденные явления. В-четвертых, несмотря на этот ответ, явление по-прежнему остается тайной, сохранив ту же степень завораживающей необъяснимости, что и в начале. Ну, у меня тут написано «обсудить», и я должен это, по сути, сам сейчас, да? Ой, как же его перекосаебило. Так вот, мне нужно зарядку поставить. С другой стороны, что тут обсуждать? Ютковский очень, в каком-то смысле, предсказуемый в своих... Ютковский очень предсказуемый в своих каких-то положениях, в своих каких-то мувах, движениях, да? И эта его предсказуемость, она его во многом, ну, как губит, не губит, полюбит. Ну, вы знаете. В общем, Ютковский довольно странен, на мой взгляд, в этом плане. И его, собственно, ожидания от того, как должны выглядеть предсказания, теории, разные взгляды, это, ну, ничем особо не обоснованы. Четность эмержентности. Элизар Ютковский пишет. Эмержентность очень популярная, как раньше магия была популярна. Эмержентность имеет глубокую притягательность для человеческой психологии по тем причинам. По тем же причинам. Эмержентность – такое замечательное, простое объяснение, и это приятно произносить. Это дает тебе священную тайну для поклонения. Эмержентность популярна, потому что это доширак для любопытства. Можно объяснить что угодно, используя эмержентность, так что люди это и делают. Ведь это так замечательно, объяснить что-то. Люди остаются людьми, даже если посещали пару научных курсов в колледже. Найдя способ избежать оков обычной науки, они возвращаются к тем же проделкам, что их предки, одеваясь в одежды науки, оно сохраняет ту же самую видовую психологию. Вот и эмержентность. Ютковскому не нравится, потому что не сходится с его представлениями опознания. Кстати, тоже мой комментарий. Как же я устал. Скажи нет сложности. Елизарь Ютковский. В этой главе Ютковский просто докапывается до своего коллеги, разбирать это бессмысленно. Закономерная неопределенность. Занудство про вероятности. Моя дикая безбашенная юность. Следующая глава. Елизарь Ютковский. Не стоит думать, что юный Ютковский был глуп. Все те ошибки, в совершении которых виновен Елизарь, совершаются солидными учеными и в солидных изданиях. И сегодня ему потребовался более утонченный навык, чем то, что могла дать традиционная рациональность. Действительно, юный Елизарь старательно и кропотливо следовал предписаниям традиционной рациональности, сбиваясь при этом с пути. Какое же запредельное у Елизара Ютковского ЧСВ. Я не против, я не осуждаю, кстати. Высокое ЧСВ у людей я не осуждаю. Это даже прикольно. Но ЧСВ-ха гигантская просто. Просто огромная ЧСВ-ха. Прям неподъемная даже. Ну, прикольно. Елизарь Ютковский. Однажды во времена моей дикой безбашенной юности, когда я еще не ведал пути Байеса, я дал таинственный ответ. Это он предсказывает в прошлую главу. Это стало следственной цепочке таинственных вопросов. Это стало следственной цепочке из множества ошибок. Однако среди них была одна критическая. Юная версия меня не осознавала, что получение ответа должно делать вопрос менее запутанным. Должно. Должно делать менее запутанным. Почему? Непонятно. Я думал, что урок истории в том, что астрологи с виталистами-алхимиками имели особый изъян характера. Тенденцию в пользу таинственности. Что и приводило их к таинственным объяснениям. Совершенно не таких, совершенно не таинственных вопросов. Поняли? Вот так вот. Изъян характера у них был. Вот у Ютковского нету изъяна характера. А у них есть изъян характера. Это Эдхомиум, друзья. Эдхомиум. Ну ладно. Делай историю доступной. Обратная ошибка. Обращаться с историей, как с обычными рассказами, анализировать той же частью разума, что использовать при чтении новелл. Ты можешь произнести, что это правда, а не вымысел. Но это не означает, что ты воспринимаешь это как серьезно, как исследовал бы. Множество искажений являются следствиями недостаточно серьезного восприятия сухой абстрактной информации. Так проблема заключается в том, что про историю глава называется «Делай историю доступной». История единичная. Ее сложно воспринимать серьезно, потому что она хоть и случилась, но это мало что значит в большинстве случаев и предсказательной силы никакой не имеет. Опять же, как Ютковский говорит. Из чистого любопытства можно, а так в остальном практически бессмысленно. Когда я посмотрел на ситуацию с другой стороны, пишет Ютковский, то ощутил шок неожиданной связи с прошлым. Какой же он нежный, какие шоки он испытывает. Какой он максимально бесхитростный. Как будто бы, да? Такой чистый, 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 непорочный Ютковский. Объяснить, поклониться, пренебречь глава. Или Заре Ютковский. Ну, очередная басня от Ютковского. Наука-затычка для любопытства. Есть и заклинание, останавливающее любопытство. Конечно, есть. Когда кто-то спрашивает, как ты это сделал, я просто отвечаю, наука. Это не столько настоящее объяснение, сколько этакая затычка для любопытства. Оно не говорит, станет ли свет ярче или потуснеет, изменится ли тон или насыщенность его света. И, конечно же, не объяснит, как сделать такой огонек самому. Вопрошающий не получил новых знаний, которых у него не было до того, как я произнес магическое слово. Но он отворачивается, удовлетворившись тем, что не происходит ничего необычного. Это имеет смысл, я с этим спорить не буду. Мир вокруг нас, пишет Ютковский, полон загадок. Расставляйте приоритеты, если вам нужно. Но не жалуйтесь, что жестокая наука опустошила мир тайн. С такими рассуждениями я могу заставить вас проглядеть слона в комнате. Не, ну Ютковский, он все-таки, да, крайне прямолинейен, наивен просто, как две копейки в этом плане. Несмотря на то, что он не глупый человек, все равно какая-то такая вот, такой радужный, солнечный зайчик рационалистический. Прям... Так, наверное, последняя глава, которую мы сейчас зачитываем, потом вывод. Там просто... На самом деле, большая часть этого файла состоит из целой главы, которую я хотел здесь зачитать. Я думал, что у нас получится меньше трех часов, но я неплохо прокомментировал те аспекты, которые я уже выделил, то есть я их еще дополнительно прокомментировал, поэтому мы все-таки не будем зачитывать гигантскую главу, которую абсолютно бессмысленно зачитывать. Есть ли заклинание, останавливающее любопытство? Конечно, есть. Когда кто-то спрашивает, как ты... А, мы уже прочитали. А, нет, поистине часть тебя. Как насчет самого понятия математического доказательства? Если бы мне никто не говорил о нем, мог бы я изобрести его, основываясь на моих оставшихся убеждениях? Это, скорее всего, нет. Ведь когда-то люди не знали о такой идее. Кто-то же ее придумал. Что же он заметил? Замечу ли я, если я вижу что-то такое женовое и не менее важное? Окажусь ли я способен на оригинальное мышление? Да, не, не смог бы, скорее всего. Маловероятно. Тем более, в одного открыть сразу многое очень трудно. И поэтому эти открытия шли довольно постепенно и были крайне накопительными. новаторство вообще дорого дается, в принципе. Для людей, которые не понимают, насколько дорого дается новаторство, оно дается дорого. Старайтесь стать источником для всех своих мыслей, пишет Ютковский, стоящих обдумывания. Если мысль первоначально пришла извне, убедись, что она также исходит изнутри. Постоянно спрашивай себя, как я восстановлю это знание, если оно исчезнет? Найдя ответ на этот вопрос, представь, что знание, которое помогло бы тебе в таком случае тоже удалено. И когда увидишь фонтан, посмотри, что из него еще. Да, окей, постараюсь, Ютковский, спасибо за советы. Ты прям прекрасен. Спасибо тебе огромное, дружище. Всегда очень радостно слушать прекрасные советы умного человека. Именно так я и буду поступать, конечно. Спасибо, бро, спасибо большое. Именно такие советы, они и делают нашу жизнь лучше, особенно таких умных и мудрых людей, как Ютковский. Конечно, вот он просто вот сказал just do it, сделай так, сделай то, и я обязательно должен делать. Ютковский скажет, спрыгну с крыши, прыгаю с крыши. Ютковский скажет, делай так, я буду делать так. Ютковский скажет, давай твои теории будут предсказательными, окей, буду делать предсказательные теории. Я же шестерка Ютковского, видимо. Дальше идет огромная глава, простая истина. Вообще, вообще, да, ее основная проблема заключается в том, что это огромная, гигантская, условно, Это притча, которая, в принципе, опять же, похожа на все, что мы уже имели до этого. То есть мы уже все это, по сути, обсудили, мы все это как бы закруглили. Вот, ну, например, фрагмент. Представьте, что мы оказались в доисторических временах, когда еще не были изобретены начала математики. Здесь я пастух и так далее, так далее, так далее, так далее. Здесь у него большая мания-фантазия на, соответственно, тему там про звуки молотка, там еще что-то. И тут Марк, короче, еще кто-то вместе разговаривает. Короче, какая-то нудятина, соответственно, какая-то нудятина, которая, в принципе, соответствует всего тому, что мы уже сегодня обсудили. Поэтому разбирать этот сегмент в целом не стоит, чтобы не повторяться. Но мы сейчас повторимся по другому поводу. В общем, в очередной раз подчеркиваем, что Лес Ронг имеет четкие сектанские очертания. Это, по-моему, более чем очевидно. Ютковский сам по себе персонаж может быть любопытный и может быть даже заслуживающий прочтения и ознакомления. Но очень важно заметить его стилистику написания. Это прежде всего притчи, байки, басни. И это прежде всего, соответственно, как это называется-то опять, лозунги. Да. Почему сайентистам нравится Ютковский? Многим сайентистам. Даже кому-нибудь Панчину, который вроде бы не сектант, а он вроде бы обычный ученый. Почему Панчину нравится Ютковский? Потому что лозунги в общей массе правильные. По мнению Панчина какого-нибудь рандомного. В принципе, его лозунги кажутся правильными. Поэтому Ютковский молодец. Он наш. Он озвучивает правильные идеи. Но за пределами, в кавычках, правильных лозунгов, в принципе, какой-то убедительной системы доказательств, аргументации, чего-то подобного там нету. К большому сожалению. И когда мы читали статью в прошлый раз, и когда какой-то человек удивился тому, что чудодейственный Ютковский выражает простые мысли простыми словами, не так, как это делают вот эти вот ужасные аналитические философы, что-то там усложняет. Ну, это просто потому, что, видимо, человек, который это писал, ну, как бы сказать, не захотел освоить аналитическую философию, судя по всему. Потому что аналитическая философия, она на несколько порядков более качественна, чем то, что говорит Ютковский, чем то, что делает Ютковский и так далее, так далее, так далее. Действительно, проще обратить внимание на более простое, более неказистое, более такое, вот, знаете, вот, Ленин, партия, убить кулаков, уничтожить мракобесов, там, я не знаю, ух, баяс, баясянские выводы, рассуждая с точки зрения вероятностей, угу-гу-гу-гу и так далее, так далее, так далее. Обвиняем их вот в этом, а вот этих вот в том обвиняем, да, и вот бесконечный поток этих каких-то обвинений при этом статьями на уровне практически лурка. Вот не иронично, да, не иронично, многие статьи Ютковского, не все, но многие, даже большинство, я бы сказал, это статьи уровня лурка, только в лурке обычно представлена как бы одна позиция, другая позиция, то есть есть статья, где там унижают женщин, есть статья, где прославляют там условно женщин. И в среднем все они нужны для троллинга. Но вы просто представьте себе теперь ситуацию, что статьи на уровне лурка являются объектом некоторой веры, или лучше сказать доверия к ним большого количества сайентистов, которые такие, ооо, вот он говорит правду, вот он говорит правильные вещи, какой же молодец этот Ютковский. Надо вступить в его Лесс Ронг, надо покупать его книги, ну нужно смотреть все вот цитаты Ютковского, он говорит всегда очень мудрые, правильные, классные вещи и так далее, так далее, так далее, так далее. Вот. Мне кажется, мне кажется, в этом есть сектантский аспект, очень серьезный сектантский аспект. Вы уж тут как хотите, так и судите. Я предоставил вам некоторые свои рассуждения на базе цитат из Ютковского, соответственно, разбирать это как-то систематически, и систематически обо всем этом рассказывать, по сути, не имеет особого смысла, потому что Ютковский либо апеллирует к различным когнитивным искажениям, либо к каким-то довольно известным штукам, о которых вы и так можете прочитать в Википедии. То есть здесь об этом рассказывать практически нет смысла, у него своей какой-то мега оригинальной системы нет, и все, что мы читали, изложено в разных статьях, которые друг с другом связаны, иногда связаны, а иногда не связаны, соответственно, да. Поэтому мы можем процитировать, критиковать некоторые утверждения Ютковского, а на некоторые утверждения Ютковского, которые можно не критиковать, мы не обращали особого внимания. То есть не, можно ради красного словца, так скажем, заметить, что Ютковский не ужасен, не глуп, да, то есть это не глупый человек, но настолько же не глупый, насколько не глупый какой-нибудь, например, Ленин, Сталин, основатель какой-нибудь секты, который смог убедить большое количество людей в своей правоте. Он не глупый именно в таком смысле. И как-то по-другому его рассматривать довольно трудно, потому что очень много уязвимых тезисов, которые выводятся в качестве именно лозунгов, лозунги просто вводятся внутрь вот этого дискурса, но они правильные, правильные для того или иного сообщества. И, конечно, переубедить кого-то, кто не согласен заранее с Ютковским, сам Ютковский вряд ли бы смог. Ну, если оппонент действительно убежден в своей позиции, конечно, потому что оппонент будет сопротивляться и будет выпрашивать, а почему ты используешь такое определение рационализма? А почему ты используешь такое определение этого? А почему ты используешь такое определение другого? То есть Ютковский, в принципе, крайне-крайне уязвим для критики. Это неплохо. Многие крайне уязвимы. Это не делает Ютковского каким-то особым образцом чего-то ужасного. Ну и Ютковский, конечно, из чистых своих наивных, честных побуждений, скорее всего, действительно пытается создать некоторое благо, какое-то благое сообщество людей, чтобы они мыслили less wrong, меньше неправильно, да, соответственно, допускали меньше ошибок, как ему кажется. Только его собственные представления об ошибках могут быть также подвергнуты сомнению. Большому, серьезному, основательному, фундаментальному сомнению. И, конечно же, Ютковский даже в этом, в своем less wrong, крайне уязвим. Потому что, возможно, его личный подход является ошибочным, а значит, он не уменьшает количество ошибок, а, возможно, даже увеличивает это самое количество. Шишка упала. Так, большое спасибо Дену Би за заказ данного видео. Большое спасибо всем зрителям, которые меня прямо сейчас посмотрели. Приходите ко мне обязательно на стримы и подписывайтесь обязательно на Бусти. На Бусти у нас будут лекции по дексологии. Уже практически все, уже практически готово. Уже там куча лекций по дексологии планируется. Уже есть практически полный курс. Скоро я запущу рекламу на Ютубе, то есть вы получите одно видео, где я вам расскажу, что будет в курсе, чтобы вы обязательно пришли и посмотрели, и купили. 500 рублей подписка на Бусти будет стоить, чтобы вы могли смотреть этот курс. Помимо этого курса планируется еще множество курсов. Чем больше людей подпишется, тем лучше. Тем у меня больше будет мотивация снимать эти курсы. Хотелось бы довести сумму, получаемую каждый месяц Бусти, до чего-то более-менее приличного. Я готов каждый месяц выпускать десятки видосов. Коротких, но десятки видосов по тем или иным курсам, связанным с моими собственными исследованиями. Поэтому я радикально настаиваю, чтобы вы платили мне деньги. Ладно, 500 рублей. Это всего лишь чашечка очень дорогого кофе. Ладно. Всего доброго, друзья. Желаю вам всего самого хорошего. Люблю всех моих зрителей. Приходите на стримы обязательно. Будем с вами хорошо и приятно и классно проводить время. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok